и стыкнул что это у нас за часть часа пропишу у нас черты да и он же появится после команды ага 15 чеснеку говорит что нифига это не 15 часть это 18 или 19 часть пилосов и тяните сейчас части напишут какая холодно новые вкусные пивасы появились приглашаю в гости горит лкг да я один раз только был в праге и ласкист год организовывал экскурсию по интересным местам было здорово вспоминаю до сих пор так ну что мы продолжаем оказались в конце прошлой трансляции мы оказались в новой принципиально новой локации в вязок близнецах здесь серия лог изначально нас приняли довольно холодно мы тут чужие но после диалога с одной из как ее звать-то господи с одной из аноменфат ее зовут без вилл мы получили доступ в другие части части локации так кто такой ридай на твоей вонючей роде не учить вежливости мы говорим о гланфатанских делах валя отсюда охотница говорит успокой свое сердце ридай не забывай где ты находишься в доме наших предков и шести племен мы говорим как единый народ он отворачивается гневно произносит сдавленным голосом предки простят меня и моего брата когда верну ему доброе имя он смотрит на охотницу и смою позор который он принес наше племя что случилось братом мой брат тяжелый пахнет сразу квест просто сходу квест тяжелое дыхание охотника на секунду приостанавливается мой брат фиорм лучший охотник нашего племени он отправился на кровавую охоту но не вернулся а теперь артвин этот жалкий лжец он утверждает что мой брат сжимает кулаки артвин член другого племени он состязался с фирм с фиар с фермом на кровной охоте она бросает взгляд на ряда артвин утверждает что фиорм ушел в изгнание решил не возвращаться в я за близнецы передай хмурится его полоса краски изгибается как сердитая рана в изгнании в позоре за то что уступил ему в кровавой в кровной охоте разве можно верить этому лжецу хоть артвин вернулся с клуком гигантского штельдгара в качестве доказательства сложно поверить что фиорм не убил жертву перед этим охотницы покружают каблук в темную почву но ты не можешь пока что это утверждать ряда и пока анамфаты не установили истины артвин слаб он из низшего племени он лжет я узнаю правду и очищу имя моего брата что за кровная охота мы доказываем спас свои способности на кровной охоте мы отправляемся выслеживать добычу это всегда опасное существо и только один может убить ее первым эльфийская охотника охотница прерывает его раздражительным вздохом да но мы охотимся в парах чтобы лучше сплотиться как гланфотанцы как единое целое они как враги два охотника два племени один дух это наш принцип наш принцип не лгать мы не предаем своих братьев и сестер для собственной выгоды кровная охота твоего брата и артвина прервала связь наших племен ридай не копайся в этой ране пока не не можешь подтвердить свою правду она вновь поворачивается к вам возможно наши обычаи покажут себя странными но несмотря на то что ты сейчас видишь мы гланфотанцы считаем связи между нами священными как ты планируешь вернуть ему доброе имя салба рида истихает пот и зависает на его окрашенные в красной сколи как капля крови она дрожит вместе с с судорожными движениями мышц охотника я не могу тут ждать пока судьба моего брата останется остается неизвестной а нам фаты должны меня отпустить добрый вечер джиннис всем привет кто недавно прижойнился мы только начали чтобы осудить артвина и вернуть племени доброе имя им недостаточно выслушать только твою правду охотница опуская свой голос смотрит на вас перед она нам фатами а случившимся может говорить только беспристрастный голос вот и квест ты хочешь вовлечь этого эстромора стромор это видимо левый чужак честный 3 послушай меня артверн вернулся с доказательством твой брат даже не вернулся племена расколоты нужно что-то делать она смотрит на вас а этот мужчина известен своей честностью как и стромор я могу расследовать это дело не рискую усилить напряжение между вашими племенами ты прав а нам фаты тебя выслушаю у тебя нет связи с нашими племенами так значит фиорм и артвин отправились в лес нортвельда за олдсонгским олдсон проходом чтобы убить огромного штельгара поищи там и вернись к нам с правдой если сможешь но будь осторожен штельгар такого размера во много раз больше своих собратьев обычно собирает большой прайд который следует за ним неотступно просто стая огромных к это подобных зверей рядает пристально смотрит на вас его глаза напоминают два пылающих уголька на кроваво-красной полосе пересекающего лицо эстромор я не ожидаю помощи но я готов на все чтобы узнать что-то о судьбе моего брата и чтобы отмыть тот позор который артвин навлек на наше племя он задирает подбородок на все я она все я утверждаю это так охотник запятая брат охотник-брат 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 мне интересует локация отправиться в дикие земли норд вольда горный переход old song норд вольд hard song норд вольд ясно значит как будем вот в норд вольде надо будет замочить найти во-первых этот прайд эту стаю ну и скорее всего после убийством главного штельгарда станет понятно что там с братом случилось так это не квест не квест юрашка привет а где же леончик 66 этому он придет эдиброк привет брок брок да здравствуй не убивай кисаник говорит голым все кот пошел у меня дверь будет открывать пытаться не получится итак здесь я был в на рынке там ничего ценного нет есть пара за домов глонфотанских переход в район олдсон наверх и район элдер и элмич элмич есть погребальный остров давайте олдсон тогда есть еще вот здесь небесные саженцы переход но пока никакого квеста там нет хотя может дойти по по пути кто-то появится такое же бывает охотник член племени о пожалуйста ринато она заплатит эта ведьма она кипящий от гнева валианский купец раздраженно ходит кругами внезапно он адресует свою бурную тираду вам эй ты ты пришел сюда торговать с дикарями возьми с меня примеры перенеси свои торговые дела куда-нибудь в другое место вместе с каждым предложением изо рта у него вылетают слюни лжецы аферисты жулики это лживая спрости господи сука алархи она сказала что продает бутоны элард галаха а у меня оказалось 6 бушелей обычных комнатных растений от них никакого толку он бросает пригорши насушенных растений на землю начинает топтаться по крошащимся стеблем листям поднимая резкие и пряные запахи я верну свои деньги у этой дикарки что собираешься с этим делать когда я доберусь до ринато приостанавливается посреди предложения покосившись настоящих поблизости гландфатанских стражей я на родине этой дикарки поэтому остается мое слово против ее слова какие у меня шансы глупо было угождать и здесь на земле ее племени он вздыхает потирая виски я не могу продать эту бесполезную траву чтобы вернуть свои деньги мне нет возможности выступить против алархи может он оценивающий осматривает вас и если бы ты пожалел пожелал провести переговоры возможно тебе удалось бы преуспеть в том в чем я потерпел неудачу я бы конечно щедро вознаградил тебя за хлопоты посмотрите на давай квест возьмем такие невыгодная сделка называется а что на продаже есть я разорен у меня осталось всего несколько скромных товаров на продажу какой ужасный конфуз если не смогу вернуть деньги которые отдал алархи у меня будет достаточно средств если я смогу ага чтоб пополнить запасы ну давай посмотрим сразу ну мелочевка но полезным мелочевкам я скупаю все потому что в деньгах в деньгах нет проблем о ратук еще есть какой-то огр стоит хочешь вверх я тяну так это куда вообще меня небесный саженцы а я я я привал не купил не в таверну зайти какой-нибудь ладно раз уж я здесь пойдем сюда кругом обман написано фуфа да как так то почему фуфа пилар свон 19 часть обнови страничку все хорошо саженцы таверна там привал купишь ясно так тут небольшая локация небесные саженцы заходим дир вудец огур да тут тут таверна как раз извините элитери он худые ботинки приветствую добро пожаловать я всегда рад видеть новое лицо присаживайся где тебе удобно мой друг похоже что дорога у тебя была длинная мы здесь рады всем особенно тем кто приносит собой интересные истории покажи что есть на продажу итак есть спираль духа урон ближнем бою и шепот измены но это лесом идет все я бы купил если у него есть конечно ну припасы понятное дело нет ладно а что по комнатам телосложение решительной силы ничего себе плюс 2 плюс 2 плюс 2 отдыхаю кстати привал не купил я его выбрал но не купил так ну наверняка в таверне есть еще парочка по есть минутка я бы хотел с тобой поговорить давай квинет стройная женщина в пыльных кожаных одеждах смотрит вам в глаза хорошо видеть здесь кого-то из более цивилизованных земель ее растрепанные волосы торчат кучерявыми весту а вот активирует премию на ваш канал спасибо за активацию другой я думаю что сегодня посижу часов до 11 до 12 так что готов чаек ее растрепанные волосы торчат кучерявыми черными пучками несмотря на тонкие черты лица ямочка на подбородке завершать ее мальчишеч мальчишеский вид я на себе испытываю многочисленные недостатки гланфотанского гостеприимства и и руки в перчатках останавливаются на глотке ой на глотке на головке длинного истока закрепленного у нее на бедре я могла бы простить враждебность к чужакам но скучные таверны и разбавленные напитки непростительно надеюсь я не покажусь тебе слишком приболинейный но я должна помочь моим друзьям и как мне кажется ты сможешь это сделать хитрая улыбка высекает ямочку на ее щеке то есть ты не гланфотанец значит самый вероятный кандидат союзники среди всех жителей этого этих безумных земель она бросает на вас скакитливый взгляд а союзники ну они помогают друг другу продавить какая помощь тебе нужна мои друзья привлекли к себе нежелательное внимание она глядывается по сторонам поисках нежелать нежелательных слушателей бесса тем выпустишь что что скажет меня все понял умный кот глава танцкие разведчики не просто какая-то кучка местных фанатиков а клыки она делает паузу чтобы подчеркнуть весомость последнего слова клыки жестокие безжалостны и хотят наказать причиняющих им беспокойство чужаков в пример другим касательно того какая помощь мне нужна на улыбается еще шире мне нужно чтобы кое-кто предупредил экспедицию надвигающиеся неприятности и чтобы этот кто-то был готов сражаться если понадобится она похлопывает по головке своего истока если нам повезет мы доберемся до моих друзей раньше чем это сделают клыки но если нет клыкам нужно поддерживать свою репутацию для этого возможно придется пролить кровь я помогу тебе предупредить экспедицию она улыбается выделяя ямочки на лице отлично я знал что смогу на тебя положиться наклоняется к вам переходит на шепот если клыки до сих пор не добрались я думаю что мои друзья сейчас где-то в районе тропы пилигримов на нордвольде они планировали разбить лагерь возле пути ведущего к храму хайли найди моих товарищей предупреди их о том что за ними охотятся клыки помоги им выйти из леса я пойду отдельно попробую вести клыков за собой выиграть там немного времени она вытягивает свой исток из ножен несколько дюймов на несколько дюймов и улыбается если боги будут к нам благослу благосклонны нам не понадобится сталь если же дело дойдет до этого буду рада что ты на нашей стране хорошо отданные на милость племен племен солера триллера молчит ничего не говорит о сложность 8 изи экспо так стой не поговорить так ну давайте тогда в таверне еще в эту комнату зайдем монах мин монах верховный монах монах потирает мне кстати квест сюда нужно сдать судя по всему я же там застал до у монаха по дороге который умирал монах потирает виски опустив лицо в ладони при вашем приближении он поднимает взгляд комнате нужна нормальная дверь бормочет он мы с братьями сняли это жилище чтобы обеспечить себе хоть толик уединение на этой чужой земле возможно ты сможешь найти в трактире другую комнату я встретил монаха в рясе похоже на ваши он был ранен и умер почти сразу как я его нашел монах широко раскрывает глаза его кулаки сжимаются с громким хрустом сустава говоришь в рясе похоже на наши у него было что-то еще с собой он сказал тебе что-то дал тебе что-нибудь пожалуйста мы здесь ждем одного из братьев нашего ордена а если ты его нашел монахи опускают глаза к полу и начинает в один голос шептать распевно своим павшим о своем павшим друге так показать ему сообщение он дал мне это послание дай мне это вскрикивает он выдергивая послание из рук почти сразу его лицо краснеет я хотел сказать пожалуйста это очень важно вскрыть печати который мы благодаря ловкости 18 аккуратно вскрыли прочитали я уже забыл что там было написано но сделали закрыли запечатали обратно быстро читает сообщение беззвучно проговаривая губами текстом поворачивается чтобы обратиться к своим спутникам братья мои архимученик послал нам известия наконец у нас теперь есть то что нам нужно вы потеряли запечатанное послание благодарю тебя незнакомец произносит монах и отвешивает глубокий поклон сложив руки перед собой твоя честная душа достойно похвалы ой стыдно признаюсь я был удивлен когда ты передавал мне сообщение я думал что печати будут сломаны монах краснеет на его лице в первый раз все время появляется улыбка я рад что в этом мире еще осталась простая порядочность он вытягивает что-то из складок своей рясы вот твоя вот твоя честность заслуживает вознаграждение незначительно положительное хорошо 4000 опыта и предмет айла брачья честные люди остались говорит он это щит маленький щит хорошее качество отклонение плюс 4 легкие попадания и дистанционные атаки отражаются противника так что устойка кстати по этой штуке разве не было девять из тринадцати один из тринадцати устойка так хорошо сдали квест взяли пара квестов не зря зашел в таверну получили баф на следующий испуганный крестьянин еще поговорить блин поздно прочитал little girl dwarf не удерживается просто не поговорить с этим поговорить с тем квест туда-сюда а 9 из 13 было ослепление это еда укачал это убийство нет я и убийство вроде больше чем единичку сделал хотя может быть там как раз фейлы были с костами из испуганный крестьянин мужчина внимательно изучает вас пока вы подходите широко распахив глаза ты это ты тот которого он ищет он опускает свое вино ты убил уро лорда редрика до и что если так нет ты не понимаешь у тебя не получилось это я один из стражей крепости был был одним из стражей он убил почти всех тех кого не убил ты колш он протянул недолго он пустышка хотя работать на него было неплохо намного лучше но ему это не помогло когда вернулся редрик как вернулся редрик о боги эти крики конь капец рейдрик это тот товарищ который вырезал придя к нему в замок еще там эксперты в чате говорю но здесь невозможно выиграть но тут сколько ему придет не с первого троя ладно со второго потому что я не знал что они нападут прямо там с 2 троя изи потом колш я думал что все нормально у них будет порядок все дела в жизнь вернулась к ну как он мог не умереть то вообще убоги эти крики его глаза будто внутри был огонь он вздрагивает он сказал что вернул что чтобы возглавить нас как раньше сказал что убьет тебя за то что ты сделал я сказал ему что найду тебя передам тебе его вызов чтобы все было по чести и все такое он меня отпустил и я убежал так далеко насколько мне хватило монет он издает безразностный смешок забавно что мы в итоге встретились значит мне придется его разыскать да конечно и это ему очень понравится после смерти он не перестал считать себя вельможей даже когда скидывал бедолагу лендри со стены лично я не собираюсь сюда возвращаться до конца своих дней хочу найти какую-нибудь работу здесь связок близнецах даже если мне придется охранять коз какого-то фермера а сейчас и собираюсь пить пока не забуду все что произошло удачи тебе в этой крепости обитает что-то ужасное и она жаждет твоей крови интригует герой береса ой придется возвращаться к редрику и объяснять ему что он зря воспрял восстал из мертвых красные глаза ты людей не убивала я помню как ты кричал всех жертвам которые убийц добивали другие люди вроде да короче я сейчас все-таки может мне открыть следующий район для начала раз уж я здесь скрипты опасно стой астромор остальная часть города закрыты для тебя попасть туда можно только по приказу одного из а мне есть приказ я пришел чтобы видеть краеугольный камень с благословения ведомого ведомого компаса страж хмурится и смотрит на своего напарника который кивает в ответ он снова поворачивается к вам костюшки рук сдавливающих древко копья белеют как всегда потворствует астромором иди и смотри под ноги когда пойдешь после к священным камням все выпендрился да ну бас да я перейду просто чтобы иметь возможность сюда переходить через ну быстрый а сейчас зайду обратно и замок редрику надо навести порядок я прихожу всех убиваю ставлю наместника у меня был кстати выбор убить и этого 2 ё-моё что он здесь на вскидку район дом дом зал воинов кровавые пески т.р. эврон я за близнецы золотая роща хорошо крепость рёдрика карандовы привет а за зель говорит хотя бы про богов ему не спойлерите нормально сам проспойлерил такой нубас где хелперы надо вы раздавать хотя бы не говорите кто будет последним боссом так ну что проходим надеюсь меня пустят а что за ивенты день платежа наемникам влиятельный посетитель ух ты смотрите айдирская леди так убрать я леди за косарик бы нанял но он ее плюс 6 влияние у меня будет теперь леди в замке фамир пока вы приближаетесь к улыбающейся женщине стоящей дороге вас не отпускает чувства тревоги даже издалека заметно что у нее нездорован нездоровый бледный вид а стеклянные глаза молочно-белого цвета как у мертвецов ей очевидно нелегко сохранять выражение лица лорд редрик ждет тебя улыбка женщины становится еще шире хорошо что ты не отверг его вызов он опасался что ты можешь отказаться трусом я провожу тебя к нему если хочешь да отведи меня тогда пойдем он ожидает тебя там она указывает на самую высокую башню крепость и ведет вас по разводному мосту кажется это развод она я готов олут восемь монет вообще так что не с башкой что псионик что ли лорд редрик седьмой закованная в доспехе фигура приближается вместо глаз у нее сгустки обжигающего пламени брат мой в их оранжевом свете вы замечаете гниющую плоть а нет ввалившиеся щеки и полузгнившие губы которые не могут скрыть седые а серые десные зубы но вы сразу узнаете редрика смотри внимательно смотри внимательно голос рэдли космонской пущины сухая надмена звучит так же посмотри что ты со мной сделал но узри что сделал великий берас мои душа и разум вернулись в этот мир чтобы я мог отомстить и все что я вижу это ходячий мертвец значит глаза подводят тебя ты даже представить себе не можешь какие за мной стоят силы я ощущаю божественное касание моя вера это исток в котором я черпаю жизненные силы мой гнев губительное пламя и сегодня оно будет полыхать как никогда полыхать точно ты будешь я предушил колша этого узурпатора своими собственными руками поднимает верх руки показывает что он это сделал сжимая ползгнившие пальцы так пал ваш лидер ваша великая надежда господи узурпатор как говоришь колыш узурпатор не ты этот человек который вешал людей на дерево это существо вы хотели видеть своим сейном нерешительного беспомощного человечешку пиявку сосущую из долины кровь не задумывающуюся о том до чего ее безумство довели народ ее я что-то пропустил я не позволю чтобы мои земли превратили в пустошь я очищу кровь моего народа от яда развеянного я сделаю так чтобы дирвуд забыл даже его имя мэрис благословил меня и я стану его оружием в этом мире нет прощения еретикам ворам шарлатанам все они встретят смерть хватит болтать сразись со мной редрик тогда пусть двулики направит мой меч клянусь я уничтожу любой твой след на этой земле и отравлю твою душу в новое тело твои защиты говорят о том что ты не очень не будем его недооценивать конечно же конечно же нормально все будет ой раздаем приказы значит так далеко подруга ой фаербол полетел ничего си он там кастует дюдю 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 стон курс пошел а что со мной с выражением давай-ка вместо блэста сейчас попробуем изображение по фаст снять нормально есть сняли ха ха вовремя как я переключился 64 защита что на тебе еще и намагание нашествия ой там друиды нашествия сделали а нет нашествия сделал мой друль и почему там я с него заражение как раз ты и не снял это плохо ладно давай бафать жалко друида не будет со мной 10 секунд будем терпеть а чё паралис промахивается что-то выкинул 5 что у нее за защита то а там по воли 100 130 что-то я забыл про это с выстрелами беда у этого воли 66 давай стража тогда и страх на нас еще страх снимем конечно же может застревание сделать не лучше танкуй просто танкуй пробивай так блэс прошел защита от страха кастуем дьявол из корока зря зря да попасть сложновато учитывая такие клевые дебафы попал бобер но сейчас будет попроще пробуем сбить с ног получить какой-то контроль время самое главное защита от страха хорошо можно уход в тень не знаю как он работает но надо что-то делать так здесь мы сделали что здесь мы сделали stone курс можно добавить контроль и вот так вот чтобы сверка папа по отскакивала стоп а почему ты не можешь делать то правильно выбрал да не может почему-то скастовать может он не декастовал еще непонятно может теперь хорошо защита от страха сейчас будет есть а прокинули значительную часть барсуков можно попробовать сделать еще восстановление выносливости бобром на этих троих но лучше наверное выстрелить пока есть такая возможность просто защиты понижены я смогу попасть уже с большей вероятностью например 87 поэтому защита от страха прошла повышение точности восстановление выносливости скорее всего я не хочу а этот сбит с ног и он наш ладно пусть валяется восстановлен выносливость раз здесь делаем ауешечку 20 неуязвимость хотя нет про прошло прошло по некоторым врагам это заклинание что можно еще сделать ошеломление вот это горает хороший контроль капризная порча ошеломление недомогание паралич еще но это на 1 что ли как на 1 на 1 нет вот вот это кажется на ауе без ориентации вот она тоже что происходит отмени отмени не я не пойму что происходит волота выбрано какое-то заклинание он никак не может ладно давай так касту их что-нибудь касту и просто хорошо стойк повысил меткость восстановил выносливость ураган священный огненный урон в области неоднократный урон всем всем в том числе своим не подойдет это резурой кто-то баф на себя можно сделать вот урон огнем в течение и длительность полезных воздействий если у нас есть а там полезных воздействий по сути нет на святой сиянин она закончится преданность правоверных хотя я давай тоже огненный урон все-таки как-никак ужас ты все еще сбит 13 секунд сбивания с ног набер заряжается тяжело ранен ранен а это шаг в тень багует просто стреляя тогда фармистойка мне здесь достаточно серьезный товарищ чтобы фармить реально вот у а лота какая-то хрень с заклинаниями бобер попадает 50 у него снова есть можно сделать дезинтеграцию на кого там вот при смерти например вот этот поверх видишь успеем а ты сделай вот так вот как встанешь ну нет умирает не успела дезинтегрировать одного упыря при смерти вот давай есть взорвал но осталось кстати немного народу совсем немножко народу осталось а сколько пафоса было да может реально сейчас той кому же добивать хотя вот сейчас я пласть никто активировал премиум на ваш кона спасибо тебе опять вот чертовы баги но это хрень какая-то они попадает бобер теперь уже можно делать а вообще можно пьявочку сделать пьявочку на лорда редрика обновлю еще по меткости хорошо пошла гроза бобра заворожили мы все остался только он ой бобер сейчас а лота может половина хп сразу же так а что ты еще можешь сделать ты можешь вот так вот заимствованный инстинкт еще точность хотя блин там там страх лучше просто его добивать защита от страха готова давай еще блэс альтернативный готова сколько 30 к опыта я не понимаю почему за такого недомер не за такого не очень врага дали в два раза больше опыта чем за дракона не понимаю какая сложность максимальная у уникальный доспех он несет много штрамов шрамов хороший вычет тяжелый вы 4 на двоечка вычет рон доспехом когда запаса здоровья ниже 25 50 процентов и выносливость плюс один а единичка в 3 секунды его еще можно зачаровать хорошо слушать а хороший доспех но самый главный минус что скорость восстановления не очень атака вычеты прям топовые не знаю не ну конечно здорово что дали экспуловый лап но но не по уровню так а здесь атлетика еще единичка паладин солдат плюс 3 отлично плюс 80 далее у нас есть возможность выбрать талант талант нашему двуручу у него есть любимое оружие эсток у него есть двуручное оружие нет не у нее двуручного оружия может накинем урон ей с двуруча урон не самый конечно главный но что по защитным она вообще танк мне бы ее мне бы ей защитных дать ослепление застревание за выражение ужас испуг доминирования дезориентации можно ментальную крепость едать потому что хуже всего одно дело когда танк там сбит с ног парализован и прочее а другое дело когда он доминирован заворожен то есть он перестает принимать на себя удары разворачивается бежит на вас вот это очень плохо можно взять ментальную крепость из-за вспомогательных скорость перемещения лесом валерон говорит накипело от щитка вы прыгаем правильное в любом режиме плеер приходил уведомление вначале удобно не пропустишь начало проблемы на режиме театрального не видно уведомление просто копипа блин что что я предлагаю на почту на почту но зачем во время игровой трансляции писать короче напиши на майкер собака гим точку ру вот и вперед отвлекает это только от игровых стримов нет бы во время там рабочего дня там с 8 до 6 письмо написать так выстрел на бегу нет отпрыска огня нет дух распада это не то не то не то смена оружия тоже лесом полевая помощь тоже лесом короче защитные братья ментальную крепости полагаю а здесь новых случайно нет нет там на защиту просто а это на атаку на скорость атаки кажется ментальная крепость бобер левелап здесь ничего здесь любая из сил но возьму тактическую комбинацию подключается разум сайферок союзника чтобы получить знание текущим противники давай бонус такого же врага плюс 20 точность хорошо тактическая комбинация и талант о хамбл би привет здравствуй мы сегодня да пообщались с твоим другом товарищем привет на тебя передавал я обратно тебе тоже отправил привет но измена здравствуй так пам 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 бобру важен урон но урон опять же я взял ему специализацию на пистолеты взял ему на рейндж на вычет урона при дальнобойных атаках можно взять бонусный урон против например против животных чтобы драконов мочить защитные нет вспомогательные маловероятно да давайте атакующий возьмем бонус против животных 30 к опыта господи 30 к а лот поднял сам апает знания одно заклинание на седьмом уровне охранный посох посох всех от в том числе союзников отбрасывает от заклинателя ну то есть это какое-то магическое оружие ему что можно ему можно взять бонус вспомогательный по какой-то стихии он уже брал насколько я помню бонус по разъедающему урону и возможно огненному электрический ледяной не брал да вероявил себя не дальнобойщика с усами это это конечно да защитный ему если только от ранжевиков но особо не нужно может ему на палочку взять жезл у него палочка хорошая будет точно повыше но хотя он обычно не атакует он обычно вы выкидывает заклинание давайте ледяной урон есть у меня ауешное заклинание хороший налет с хорошим уроном стойк 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 хорош а он не с тем оружием ходит господи надо ему пушку переключить так эти вещи все мы проходили это не то может мы взять булаву она кажется называется именно маргин маргин штерн хотя потому что булава блин это стойк не погоди давайте посмотрим что что это за тип для начала переключенная на булаву да это булава давайте стойку качнем именно булаву ну проще будет мне его плюс 6 точность можно ему кстати еще уклонение повысить на следующем левелем так друид дальше у него какие главные темы бонусный урон кислотой ровность а нет чистый урон это не кислота у него хороший шторм но там главный не урона контроль огненные темы хорошие у него пледяные есть тоже можно ему взять скорость перемещения хороший бегун что он постоянно перемещается да давайте так сделаем потому что ему для разных заклинаний нужны разные рэнджи иногда издалека можно иногда ты должен в центр вернуться к своим союзникам например или подбежать близко к противникам и наш дэмэдж дилер замечательный с механикой 13 не хватает так у нее еще сложнее все лук мы ей давным-давно выбрали любимым оружием сделали ей тут а можем кстати а мы брали ей еще бонус против животных не не брали давай бонус против животных возьмем все изи левелап схрон весьма ожидаемые перчатки небольшое восстановление редкостная ересь шлемак драгоценные камни 30 к опыту я все никак у меня в голове него не укладывается как как так то 30 к 30 к за группу абсолютно никчемных никчемных бобров 30 к там адрового дракона убиваешь пяташку дает его ледяного убиваешь 9 к вау ну не знаю не знаю это выход нет скорее всего внешний двор 30 к накидка на за пафос моба дайте попробуем через внешние стены спуститься говорили что это из-за незамеченности квеста а типа не поговорил с крестьянином каким-то в таверне и не узнал о том что есть квест валерон но я же просила не на саппорт а на она майкер собака гигим . ру ну ладно не должно потеряться потому что саппорт каждый день мы с ним общаемся спускаемся спускаемся продолжаем что будет с этим замком не знаю заниматься менеджерением крепости редрика у меня к сожалению времени нет и наверное возможности такой тоже нет в игре но мы по сути убили так олд сон или элмридж давайте по по порядку в элмридж пойдем случай когда опыт дали не засел его за понты да ну там были конечно типа опасные моменты доминирования но это не сопоставимо с ваншотом от дракона даже близко так давайте знакомиться ребенок ребенок защитник темное предназначает пред знаменование охотник штельгард член племени воин посмотрим что здесь у нас просто сразу хоп и 14 и леву 14 же сейчас дали о можно приготовить о уникальный доспех наряд звездного света легенький качество отличное защита от заклинаний атлетика плюс два хорошим был бы если бы а здесь нельзя устроить привал бывает взошел сразу уникальный доспех неплохой весьма весьма неплохой я возможно бы дьяволу из короком и или ну в этом убийце дал бы но с нее нельзя доспех снимать к сожалению так дальше у нас зал воинов воин воин артвин долговязый охотник ухаживает за своей щетиной клочковатым пушком из светлых волос внимательно слушая молодую эльфику она что-то шепчет в его покрасневшие уши и хихикает не поднимая головой он широко улыбается в ответ а это артвин который охотник замечает вас он прочищает горло и выпрямляет спину придавая себе гордый вид я ожидал тебя мои соплеменники сказали что ты хочешь рассказать правду об изгнании фиорма он расчесывает свою редкую щетину бросив взгляд на эльфику что ж артвин не прячется от правды спроси и я отвечу что случилось с фиормом артвин опускает взгляд и облизывает губы фиорм он беврает светлые волосы от арта все племена знают о его мастерстве это охотник со славным именем но в этот раз он отстал мы заметили огромного штельгара на караульном хребте над водопадом норт нортвальда он выслеживал добычу артвин слегка качает головой фиорм хотел чтобы мы разделились он собирался заманить зверя к реке а я должен был напасть со стороны охотник почесывает покрасневшую мочку ухо но зверь не спустился к берегу реки поэтому мы попытались окружить его на гребне я взобрался наверх быстрее и вот он был передо мной готовый на меня наброситься артвин выбрасывает кулак вперед я пронзил его плоть прямо в воздухе перекатился и ударил его еще раз и еще раз заливает и он был мертв охотник поправляет свои усы смотрит наверх фиорм не мог поверить что штельгара убил не он не сделал ни одного пореза он сказал что не вернется с позором уступив рассеченной стреле артвин вздыхает я умолял его но он был смотрителем камня не хотел меня слушать а теперь он в изгнании неизвестно где до свидания охотник брат ребенок заходим перекаты да 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 что то он он заливает удар перекат еще ударов как dark souls прям но это что то не верю у него во первых есть первый клинок первый клинок воители дикарка воительница ничего себе о шимок на многих астроморов не многих астроморов пускают наш священный город должно быть Бесвилл особенно мягкосердечно сегодня в конце комнаты стоит старый сыровый эльф с покрашенными и изобретенными в косички волосами его руки и грудь исечены бледными рубцами кривая улыбка выглядит как еще один такое вот предложение нормальное кривая улыбка выглядит как еще один немцы переводили игру как может он улыбается как и другие типа other one еще один перевели пришел узнать свое будущее в Тейр Эврон его улыбка становится шире являя вам ряд пожелчевших кривых зубов или построить свое собственное в кровавых песках чем ты занимаешься будучи аномфатом трехклыкова трехклыкова штальгара я руковожу нашим племенем во всех отношениях он смотрит на главную комнату хижины эм как еще один а рубец рубец улыбка как еще один рубец хорошо что вы понимаете я пришел вяза близнецы чтобы переговорить с другими аномфатами об анальфен ваших пусторожденных у нас здесь такие рождаются редко но мы теперь с большой опаской относимся к соседям один из штальгаров подтягивается растопырив когтистые лапы глаза шимака сужаются некоторые из нас считают что ваши анальфен наказание за то что вы оскверняли священные места строителей другие говорят что это чума которую переносит остроморы все ответы исходят из ненависти говорит полиджина нет причины верить что хоть что-то из этого правда шумок скрещивает руки на покрытой шрамами груди что-то еще похоже что не очень жалуешь наш остроморов он распрямляет свои сутуленные плечи я сражался в войне расколотых камней и в войне черных деревьев я видел как гибнут мои братья защищая священные места строителей и проливал кровь плечом к плечу с самим галвеном регдом он кашляет похоже теперь остроморы думают что они найдут способ исцелить своих пустых детей среди наших священных мест или еще хуже что найдут пристанище на наших землях его взгляд мрачнеет а я видел что происходит когда они кладут глаз на гланфатанские земли что ж в этом он прав тихо бормочет херавита херавиас извините за такое имя херавиас 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 ты понимаешь что нельзя доверять своим соседям когда они сквернят твои земли постоянно в течение нескольких поколений херавиас скрещивает руки на груди и пожимает плечами у него есть все причины на иоре для беспокойства сжалься над ними они просто пытаются спасти своих детей а когда эстраморы трогнутся силой принесут свою чему сюда что будет с нашими детьми за свои 250 лет я провел свой народ через две войны наши границы остались неизменными и в большей степени благодаря репутации трехклыкова штельгара его голос понижается дарыка я произнес я произнес я произвел на свет дюжину детей и никто из них не был признан достойным занять мое место меня не заботят наследия которыми бредят вельможи эстраморов но мне важно чтобы мой преемник пошел по моему пути твоя роль передается по наследству не совсем мы верим что души наших предков возвращаются к нам что сильная душа может вынести намного больше но все души должны пройти испытания у наших старейшин Риоу сначала искали преемника среди моих детей но их души были слабыми обычно в таком случае они обращаются к другим членам моего племени главам кланов их семьи обычно он поднимает взгляд но у нас есть традиция брать на воспитание детей других племен и а нам фат журавля рыболова журавль журавль рыболов отлично доверил мне своего младшего ребенка он кривится поскольку никто из моих собственных детей не может занять мое место Риоу теперь будет рассматривать это дитя болот из семьи другого а нам фата и моей приемной дочери везет же тебе чирикает Херавиас это маленькая девочка из журавля рыболова великий дар ты должен радоваться голос Херавиаса опускается до тихого шепота особенно с учетом твоей семейной немощности разве разве ты не можешь просто отправить ее обратно к семье он медленно качает головой это было бы смертельным оскорблением клана кота пасечника реакция со стороны других а нам фатов будет жестокой я не сомневаюсь что из нее получится хороший вожак но не для племени трехклыкового штыльгара орланы из племени журавля рыболова живут в Тейнбох уже тысячу лет они хитрые и скрытные по своей природе что им хорошо подходит поскольку болота скрывают их передвижение он скрещивает руки на груди но это не помешает остроморам на открытой местности я бы не был так уверен невидимый враг унышает больше страха он указывает на воинов собравшихся у костра наше жестокость и удерживало остроморов от дальнейшего продвижения они все еще рассказывают о наших деяниях на войне расколотых камней но если наше племя взглавит дитя из племени журавля рыболова журавля рыболова скажите это сочетание быстро журавля рыболова журавля рыболетов журавля рыболова попробуйте вслух сказать вот м ark перефолив журавля рыболова это прени쳐 мать мать Мы потеряем эту дерзость, а эстроморы потеряют свой страх. На ребенка повлияют души ее предков. Во времена кризиса она будет просить совета у своего рода Тейнбог. Чему бы я ее не научил, этого будет недостаточно. Агрессивный 2 он рассматривает вас. Трется своей массивной головой ногу Аномфата. Тот остается твердо стоять на ногах. Друиды кровавых песков могут это сделать, и они понимают важность сильной линии преемственности для трехклыкового штельгара. Не нравятся мне эти темы. Перенести душу из одного в другой для того, чтобы сохранить силу рода, бла-бла-бла. Перерезать их всех сейчас можно. И показать силу рода. Точнее ее отсутствие. Херавиас подходит поближе и шепчет. Это неправильно, душу нельзя просто передавать без... Замолкает, сжав кулаки. Он дает вам ключ. На юго-востоке Харатсонга есть дом возле реки. Ребенок будет спать. Нет, я не буду этого делать. И я сделал так, чтобы ее оставили без присмотра на некоторое время. Его голос превращается в тихое бормотание. Возьми ее, отнести к смотрителю Вирди. Я не буду этого делать. Мне не нравится это делать. Но два столетия руководства научили меня, что всему есть цена. Он кивает. Хорошо подумай над этим, Астромор. Я не чураюсь того, чтобы вознаградить тех, кто мне полезен. До свидания. Забрать маленькую орланку из дома восточной части. Я их сейчас убью всех. Лирас. К вам быстрый и уверенный подход. Походкой подходит молодой мужчина. Вы его не видели раньше, но у него тот же суровый вид, что и Шимока. Он не начинает говорить, пока не подходит к вам почти вплотную. Когда начинает, то говорит тихо. Подожди. Я видел, как ты говорил с моим отцом. Прочь дороги, сучок. Он оглядывается на комнату с Шимоком. Он попросил тебя принести в жертву велу, да? Он сжимает зубы. Возможно, он прав, говоря, что к трехклыке Штельгард слабеет. Но если такова цена силы, то она слишком велика. Племенам удавалось выживать и по-другому... Выживать так долго потому, что мы держались вместе. Так республики выжили после краха Великой Империи. Если бы какой-то из крупных городов встал на сторону Империи, мы бы никогда не смогли обрести независимость. Она так и говорит таким голосом. Я ни за что не причиню вред ребенку. Великодушные два. Он вздыхает. Ты не похож на того, кто такое сделает. Но мой отец найдет кого-нибудь другого. Он не так легко отказывается от своих намерений. Он вздыхает. Возможно, есть способ его остановить. Я как раз собирался его убить. Он хмурится. Среди аватов золотой рощи есть травница. Бледа. Так ее зовут. Я уже представляю медведя, которые из кустов. Ладно. Они все собираются на юго-востоке возле реки. Она может приготовить яд. Шмок не отличит его от зелья, пока не станет слишком поздно. Отравить отца? Вы охренели тут вообще? Почему просто не вернуть этого ребенка родителям? Это сложно. Ребенка, которого передали на воспитание из другого племени, возвращать нельзя. Я ухожу. Один хочет отца отравить. Другой хочет приемного ребенка в душу из него переселить. Он хмурится. Надеюсь, тебе не придется слишком сильно над этим думать. Я уже все решил. Бросив еще один взгляд на комнату, он ступает к двери. Предупреждаю тебя, остромор. Держись подальше от вела. В одном отношении я все же пошел в отца. Вы оба умрете. Идиоты. Жертвенная кровь. Сейчас будет жертва моя. Я записываюсь просто потому, что, возможно, все сейчас пойдет к... Ну, короче, мы можем похерить все сюжетные линии вот здесь вот в локации соседних. Но на самом деле я втайне хотел прийти в одну локу и тупо вырезать всех. Потому что игра предполагает возможность вырезания всех. Мне квесты, точнее опыт, после 30 косарей, которые свалили с 14 левел, вот так вот хватает. Учитывая максимальный 16. Убить всех человеков. Потому что, ну, приходит незнакомый человек, ты сразу на него с проблемами. Там, убей, убей того, убей сего, отрави, не отрави. Я просто сворую. Вот и все. Делайте со мной что хотите. Блин, баг. Опять баг с этими скастами. Сейчас перезапущу игру. Явно какая-то хрень вот с... Ну, просто это неправильно. Абсолютно неправильно. Может быть, внутри, когда вот ты в этой культуре много лет, десятков, сотен, как бы, да. Но то, к чему это приводит по факту, мне не нравится. Опять. Видите, не могу ничего сделать. Альты в четыре, перезапуск игры. Блин, как бы этот баг не остался со мной до конца. Тебе во втором вайтмарше 14 левел не хватает даже будет. В смысле, я уже 14 левел, не собираюсь вайтмарш. 14 левела, разве много в этой игре? 16, насколько мне известно, максимальный. А в этой локации, как бы, уже повышен уровень мобов для того, чтобы было не так просто. Просто. Поэтому. И даже хорошо, если я буду там на один, на два левела меньше вайтмарша, чтобы было поинтереснее в плане сложности. А то крутишь максималочку, да, и все равно не хватает. А, убрать у Роги шаг через грань. Возможно, просто ее с автокаста убрать надо. Эту обилку. Да. Как ей уберут? Возможно, во время боя можно это сделать. Не убирается она. Да? Вот здесь. Вот сейчас уберем. Убрали. Поможет? Да, помогло. Спасибо большое за... За хелп. Ну, работаем. Не хватает мне ОЕшных тем. Ничего. Так, стойк. Бобер попал. Разок. Рой насекомых пошел. Сейчас мы сделаем еще грозу, контролим. Там фаербол, кстати. А у них неплохие заклинания внизу, как я погляжу. Стойк. Ой, хорошо. Стреляй. Избивание с ног. Подавлено. Пролечь 5 секунд. Успею его выстрелить. Ой, там фаербол. Ой, там как все. Ой, как хорошо горят. Хотя характеристически-то они неплохие. Вон, 127. Защита у кого-то. Там первый клинок. Бобер, стреляй, стреляй, стреляй. Неважно. Что можно еще сделать такого ОЕшного? Хорошего. Ну что, что? Фаербол. Попаду по своим, но... Это не страшно. Немножко чистого урона. Кажись, фаербол ты не долетел. А сейчас долетел. Правда, урон не так много нанес. Давайте... Нет, нет, нет. Вот так вот. Бобер попал, но хреново попал. Так, стойк, давай-ка Блэс накинем, а то мне кажется, что у меня какие-то есть проблемы с точностью. А, ужас. Ва, подчеркивание, Лерь, подчеркивание, он поддержил ваш канал. Болерон, спасибо тебе за саппорт. На зарплату ОДЕРУ подработки уведомлений. Там работа на часок. На зарплату ОДЕРУ подработки уведомлений. Ну... Там работа на часок. Почти-почти дотянул до минимальной ставки. Ну, ты не должен был платить, естественно, за то, что мы сделали. Но мне подход нравится, конечно же. Ой, смотрите, он крутится. Какие-то обилки прикольные есть. Он варвар, что ли? Опа. Шимок. Сердце Ярости. Так, у нас упал друг. Ну, это не страшно. Сейчас мы Шимока добьем. Мелочевка внизу не очень серьезная. Ну, не живая она уже, скорее. Я бы... Попробовал Шимока вот так вот. У него защита там 105. Прорвать. Опять. Продолжает рубить. А вот это плохо. Так, давай-ка воскрешение вот так. Может, успею. Бобер в восстановлении выносливости вот так. Быстрее. Можно сделать... Тут лучше хромоту. Мой Бобер сейчас падет. Второе дыхание, пожалуйста. Да что ж он живой-то такой, а? Стойк, что с тобой? Вывих кисти. Ну, а где резурект? Стойк! Стойк, не тупи. Что ж ты делаешь? Он бегать ни черта сделать не может. Резурект, вась! Капец. Ой, сейчас попаду. Падает Бобер. Сейчас Стойк, если упадет, это будет вообще... Класс! А, ты сбегу с ног 2 секунды. Полиджина сейчас умрет, если... Вставай, родная. Стойк падает, не успевает воскресить. Класс! Полиджина успевает. Второе дыхание. Сейчас надо воскрешать Стойком. Или Бобра Блин. Нет, Стойка надо воскрешать. Или Аллот лучше Кастанет. Резурект. Во, давай лучше Аллот Кастанет. А ты лучше. Выпей выносливость еще. Дьяволом. Тяжелое ранение. Его хрен еще пробьешь. Так, Резурект. О, хорошо, Резурект прошел. Итак, нам для... Для счастья нужно восстановление выносливости, либо какой-то контроль, какой-то контроль. Что волна делает? Дробящее оглушение накатывает, сметает, нанося дробящее урон оглушение. По своим попадем не пойдет. Здесь хорошо было бы восстановить много-много-много-много-много-много выносливости. Резурект активировал премиум на ваш канал. Или... Или давайте контроль. Огненный урон. Это не контроль, это чистый урон. Нужно, конечно, ураган священного огня. Но опять же, я тут пока буду выбирать. Не-не-не. Стоик должен восстанавливать выносливость. Малое заступничество делаем. Раз. Ты попробуй все-таки сделать что-то вот такое вот. Двас. Бобер, попробуй парализовать трис. Может, ужас кастовать сначала. Давай ужас, потом парализацию. Так, подруга, ты пей. Ой-ой-ой. Бобер опять ложится. И этот ложится опять. Ферезурект бобром. Подняли бобром. Он кастует ужас. Пытаемся выносливость здесь восстановить. Стоик восстанавливает выносливость. Да. И надо, наверное, еще вот так вот выносливость тапнуть. Да хорош там, блин. Может, на 50 что-нибудь запилить, а? Десинтеграцию попробую сделать. Чувствую урон. Взрывается дробящий по области. Ашот. Ашот, Ашотович. Да можешь, но не должен. Таким заклинанием бить. Можно попробовать от... Стонкурс давай сделаем. Глядишь, зайдет. Пять перебивают. Опять бобер падает. Капец, как он его ешит, а? Все резуректы нет. Взрыв от бобра пошел. Это последнее, что он сделает. Он взрывает только одного. И падает. Здесь реза нет, поэтому мы умираем. Если только сейчас не появится огромное количество скелетов. Что крайне маловероятно. Нет, Полиджин умирая убивает. Блин, а он неплохой. У него какие-то АОЕ дикие. Верезуректил, я резуректил. Но тем интереснее. Тем интереснее. Сейчас убьем. Просто... Просто... Напросто. Был, значит, страх у нас. Возможно, стоит... Не, позиция мне понравилась, на самом деле, там. Главное, опять же, не подпускать остальных. Возможно, стоило схавать что-нибудь. Ну, типа... Так, давай модалочку отключим. Схавать... Ну, я не могу, кажется, в бою это сделать. Да, надо было заранее это сделать. Итак, хорошо. Теперь... Наученный горьким опытом... Я начинаю действовать несколько по-другому. А именно, скорее всего, вертушечку... Ну, стяжку мы сделаем поближе. Вот так вот, чтобы захватывать и тех, кто находится... Этого парализуем, чтобы разогнаться. Чистый урон, да? Так, стягиваем. И концентрируем... Ауешный урон вот на этой куче. Сначала закидываем стон курс. Там сбивает с ног сразу же практически. Парализовал, да? Стреляй, бобер. Защита от страха возможно. Заранее, чтобы потом не пришлось. О, вот это заклинание хорошее. Ауешный... Давай с него начнем. Там много разного урона. Так, полиджи, ну давай-ка. Убай свой щит. И страх пошел. Стон курс. Кто докастовал? Ты докастовал, да? Защита от страха. Стон курс прошел. И вот туда, вот прям туда, вот нужно, да. Нужно что-нибудь мощное. Но, блин, вот моим товарищам, я кроме... Кроме фаерболов, не очень хороших, как показала практика, накинуть туда ничего не могу. Бобер попал. Кстати, может сейчас сделать вот так. И должен делать так. Потом переключится на парализованную. Уже не будет парализации на нем, кстати. Так, нашествие насекомых расставали. А вот здесь гораздо больше полезных ауешек. Работаем. Защита от страха. Вон как зашло. Там соточка, 47, 64, 59. Это бобер. Это бобер, здоровенный бобер. Как там вероятность? Стреляй по этому. Кислота. Пам-пам-парам-пам. Стоек. Бафает. Так, а вот закинул, что хотел. единственное лишь продолжать может вышечкой вообще вероятность довольно печальная а давай еще разок стан курс он там ненадолго но зато в два раза больше урона заходит по курсанутым врагам тут следующий блесс пошел бобер попадает убивает но там очень низкий урон получился в результате я лучше наверное сделаю ужас на них а здесь добавим немножечко у я же могу вот так хорошо зайдет он еще с огнем молодец очень сильное заклинание сейчас по пройдет а друидом сон курс есть стон курс есть при смерти 1 клинок давай вот она кажется да да ядовитый цветок 6 промахов 8 легких попаданий 2 попадания критические 41 26 25 40 10 так ладно или это они это был ядовитый цветок это еще прошлый там тикает сейчас будет сейчас у нас кастует другое заглядание чаще счастья будет сейчас увидите вы увидите вот 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 136 121 38 32 вот это вот уже другой уровень совсем другой взрывает на счастье и еще отталкивает а можно еще разок мне прям понравилось причем это заклинание не мега хай левел бобер попал на 8 на 86 средоточенности поэтому сейчас просто сбиваем еще разок сбываем на своих чужих бобер сбивает уже с ног и наносит физический урон хорошо я считаю эта битва прошла значительно лучше чем предыдущая шумок при смерти умер задание выполнено кстати экспита дали до 5 600 опыта дали репутация приобретена что там потеряно короче нас поменялась репутация во первых мы выполнили задание как это ни странно жертвенная кровь малой кровью я считаю отряд получил 5 700 опыта и всего опыта задание 5 700 я за близнецы репутация приобретена умеренная этик но репутация потеряна крайне значительная ават и золотой рощ репутация умеренная короче не знаю что в кого мы там что что именно произошло но у нас есть уникальный щит слава клефа отклонение 16 отличное качество 10 критических попаданий становятся обычными уникальный одноручный щит я стойку дам никто больше щиты не носит тут хорошего качества вещи собираем вот но они просто хотели асси вот агинфа курчка if you say so got it done монетки на саун топазы и о лера смотрит вам в глаза и медленно кивает у а это сын сын вот этого товарища ах ты скотина надеюсь ты не будешь против того что я вскрою этот сундук еще бы ты был против и фью сайса попробую там что-то сказать но я неплохо выполнил квест одноручный щит а круто было бы на двуручность взглянуть кстати да но двуручный щит это знаете у этих хотя там все равно под пистолет рука есть штурмовиков и сватов вперед а иногда наверно двумя держит кто его знает тут спокойно всем аннат я удачно зашел я просто знакомлю с локацией так роща кровавые пески опа ц тасс ты остался верен нашему делу инквизитор в отличие от многих других сколько бы еретиков мы не заставили признаться сколько бы предатель не сгорело на кострах и авария из энсиос приходят все новые последователи но не ты я недооценивал тебя в начале но больше этого не повторится это большая честь великий инквизитор не для чести я вызвал тебя сегодня а для службы но слишком много наших призналось на колесе дыбе и в пламени слишком многим нашим верующим отравила разум ведьма из крейтума мы теперь идем против течения у нас остается только один путь последователи и авары должны увидеть кто она такая она должна признаться в своей ереси представь перед моим судом как мы сможем до нее добраться конечно не в крейтуме их правитель принял ее варварскую веру и готов отправить на ее защиту свою армию но в осинусе все будет иначе король осинуса грешник мы помогли ему верить неправильность своего образа жизни и теперь он боится за свою душу он заплатит любую цену за отпущение грехов так как мы заставим и авару поехать в осинус очень важно ты сказал мне однажды что никогда не встречала я авару теперь расскажи мне правду не знаю ее смотрит вам в глаза кажется он вообще не моргает вас охватывает приступ паники и чувствуется как пот выступает на коже вы хотите оказаться в другом месте но нет никакой возможности скрыться от его взгляда она была в наставником я был влюблен мы были друзьями кажется мы встречались несколько раз она моя сестра мы были друзьями в этой дружбе не место при теперешнем состоянии дел мы больше не друзья это не будет проблемой эта женщина стала врагом богов они не будут благосклонны к ее друзьям ты мудро поступил что пришел ко мне я готов простить твой милинг и фигетчер провал в памяти лапс и мемори ты так много сделал для инквизиции я бы не просил этого если бы не был выбор манипулирует я с трудом понимаю что происходит скорее я не понимаю что происходит опа скриптики о девчонки шитха две одинаковых женщины будто проявляются из воздуха выходя из огромных деревьев скрывавших их вместо кожи у них древесная кора ребристые слоистая покрытая спутан клубком корней почек и цветов их волосы висят под тенью зубчатых листьев как слонившиеся ветки нависающих над ними вязов а зрачки глаз окружены сотнями или даже тысячами концентрических окружностей будут отмечающих накопленную за тысячелетие мудрость поворачивай обратно существо из плоти чужакам нельзя подходить к вязам разве ты не чувствуешь сестра что-то фамилия знакомая древняя душа как и другая уверенно еще один осквернитель давай срубим его и нас больше не беспокоит тогда долг его предшественника будет оплачен ну девушки ну девушки ну зачем так резко ну похоже на то ренвин но нам нельзя судить слишком спешно я чувствую другие мотивы другие вопросы в этих глазах отлично что ты скажешь юный нарушитель провали моя сестра или ты пришел сюда чтобы запятнать это место скверными делами ой-ой-ой-ой девочки ну если тут пошлый вариант я ищу мужчину который проходил здесь похоже вы его уже встретили слышал здесь были какие-то беспорядки пришел смотреть чем дело мое дело касается здоровья этой земли поэтому было бы мудро помочь мне я забыл о своих целях в присутствии такой сказочной красоты давай давай подкатывай бобер неужели у меня двоится в глазах от столь великолепного зрелища сказано с откровенным пылом того чья кривая уродливая тычинка никогда успешно не передавала гометофиты даже самому отчаявшемуся пестику ох и кто бы отыскал бы плодик даже если травник нарисовал ему карту ой 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 про мой пестик заговорили о прям про задорился я подкалывают извини мою сестру за ее вспыльчивость древний поверь мы сестром 10 сестрой действительно слышали все варианты она скрывает рот под ветками пальцев но очевидно что есть смешно счастью тебе понять тебя понять легче чем мою сестру и ищешь мужчину по имени таус из арканон это мне совершенно ясно что там с песником да да древний наши с таусом пути пересекались недавно и мы можем сказать себе куда он отправился но мне кажется любопытным что кто-то хочет его найти даже подозрительным прежде чем мы поможем найти нам нужно узнать зачем тебе он нужен так у меня есть проблема единстве кто может решить если вы оставить возможно удастся положить конец я должен расплатиться за из поступки он причинил мне вред теперь от намеренную мы связаны помочь а давайте по подерзим мои причины мое дело и вас не касается это нас напрямую касается если ты не узнаешь того что мы знаем мы это никогда не доберешься до него к сожалению риан вин я чувствую что будет хуже если мы не поделимся тем что знаем и не сведем этих двух вместе старшая явно ну на на 5 минут она старше но ведь в этом все дело не так ли ты связан с ним она бросает на взгляд ее выражение меняется будто она увидела вас первый раз теперь я вижу ты пробужден мне твоя душа пробудилась и что-то ранее скрытое глубоко внутри поднимается на поверхность просто берет вверх над настоящим окружает тебя твое время почти пришло к концу мне просто нужно добраться до тауса к сожалению таус не может сейчас подойти к телефону и никто другой не может пробуждение нельзя обратить как нельзя обратить твое прошлое значит все это было зря я скоро сойду с ума у души не будет формы если ее не придаст прошлое действительно думал что ее можно стереть блин чего меня путаете я бы лучше постарался оставить все по местам благородная мысль но твоих проблем тебя отделяет много жизней хоть 7 мая сестра права в том что пути назад после пробуждения нет все же может быть путь вперед ты согласна шитха я бы согласилась если бы этот путь скорее всего не заканчивался смертью я 14 лео возможно по сравнению с тем у него что мы лучше выбрать смерть ты меня недооцениваешь или возможно ты недооцениваешь своего противника древний в то время как твоя душа начинает каждую новую жизнь в невежестве его душа с каждым разом только набирается хитрости решимости это кстати мы знаем это имба таус которого ты уже должно быть не знаешь вы связаны в общем прошлом что-то с ним связанное остается в тебе мучает тебя требует решения что именно я понимаю не больше твоего а без этого знания ты обречен саник поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает спасибо за стрим спасибо тебе за стрим михалыч 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 меня так брюс только называет но если бы ты знал источник этой проблемы возможно ее можно было бы разрешить хотя столь же вероятно что вы будете беспокоить также как и раньше и только ускорить конец мое прошлое приходит ко мне по частям как мне раскрыть все остальное конечно ты можешь подождать пока все это придет само но когда оно придет и лишить я последней крупицы разума такова природа твоего положения или ты можешь получить это от того кто уже знает тасс помнит ли он говорят боги сделал его память совершенной чтобы он не забыл своих обязанностей если он когда-то знал то что знает и сейчас если он когда-то знал то знает и сейчас конечно не надо думать что он тебе это все расскажет ты последовал за тем кем нужно но похоже по неправильной причине мы часто видим такое подвязами душу которая тянет которая тянет разум и тело незнакомые места по невообразимым причинам возможно пути твоей и таус пересекались множество раз во многих прошлых жизнях на без пробуждения день знал причины точно только то что ты не нашел того что искал как ты мне помогла ты сказала что знаешь куда он отправился она кивает шурша листвой он спустился вниз за башней вместо которая старше нас по тем камням когда ты ходил народ энгвита он прибирается к погребель погребенному под землей городу солнцу в тени пусть он там останет и сгниет вместе с останками своего народа как это приятно может быть так и будет он не вернется тем путем которым пришел уже это точно он открыл тайный ход в основании башни и каким-то коварным способом разрушил его за собой можно ли добраться к нему другим путем нам известен один на погребальном острове через суд грешников брейд эм эман более того это короткий путь погребальный остров суд грешников сестра не будешь жестоко путь о котором говорит моя сестра не для слабых духом большая яма в центре забытого суда в котором вместо преступления судили веру для большинства это просто ворота к смерти с помощью богов ты сможешь попасть через нее туда куда тебе нужно мне нужно прыгнуть в яму это какие-то хитрость о сестра если бы мы только догадались хитростью заставить на вас опрыгнуть боюсь никакой хитрости тут хоть хотя без надлежащих приготовлений ты однозначно разобьешься насмерть говорят боги использовали яму для наказания те кого туда сбрасывают должны умереть этим путем тебе надо пройти чтобы достичь солнце в тени я готов ямы это мое это старый суд мы не знаем почти ничего наверняка но похоже только боги могут обеспечить безопасный проход что за суд от него сейчас остались только руины он древнее нас место для сосудов для судов над еретиками мы не видели этого сами но однажды существовала группа которая отказалась признать богов не первая и не последняя конечно но этих было много и всех за это судили тех кто не покаялся сбросили в яму и конечно же падение их убила тюрьма предназначена не для них самих а для их душ и приговорены они навечно говорят многие из приговоренных покаялись и боги им разрешили подняться из ямы при условии что души поклянутся верности одному из них это все старые легенды как мне получить помощь одного из богов за нами находится т.р. эврон говорят он пробивает завесу это место общения с богами сейчас как раз время им помолиться значит единственный способ пройти через эту яму помолиться о помощи не единственный способ но единственный который не заканчивается смертью на острых камнях кому из богов мне помолиться любому богу которому можешь как мне молиться еще называют звездным залом и звезды показывают нам союза богов если звезды складываются в созвездии мы знаем что боги которых они представляют тоже вместе до свидания до свидания при чем ты уйдешь ответь мне один вопрос древний мне интересно если ты победил своего врага чтобы ты с ним сделал что позволило бы тебе обрести покой может быть киеве пинс мне нужно понять наше прошлое что поставить ним . великая множество вопросов еще требует ответа в любом случае обдумай этот вопрос будь уверен в своем пути в итоге ответ на него может решить все не только для его души и предупреждаю тебя некоторые вопросы с ответы которые вызвать нельзя именно такие вопросы беспокоят душу больше всего желаю тебе найти ответ на свой убийцы на свободе три косаря опыта изейшие убийцы на свободе суд грешников сестры знаешь это вас убежал по подземному пути к месту под названием солнце в тени завалив проход рассказали о другом пути можно его опередить на погребальном острове есть путь через руины древние ингвитанские тюрьмы погребальный остров брейд и аман маршрут опасно но возможно самый быстрый способ попасть солнце поскольку он включает тяжелое падение прямо вниз я хочу сразу туда пойти помолиться богам девчонки до свидания отправиться на погибра в погребальный остров вот и вычисли на антену и не теги ческому метод серьезных товарищей нанимая по характеристикам так хорошо будь мужиком прирежь тэр или тэр эмрон сходить слышал о том что что там наше пробуждение необратимо хитро хитро давайте зайдем посмотрим по крайней мере что здесь тэкэйка 82 поддержал ваш камера сумму 100 рублей и сообщает добрый вечер михаил кажется у этих дам шатхири ян вин там уже все поросло мхом если они пытаются помиряться с вами фаерболтами вы бы конечно могли наказать их пустив по кругу вашей могучей команды но вы с милостью или си предпочли дипломатию грубой силе похвально спасибо а не позже жал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает спасибо за прохождение иксом смотрю и наслаждаюсь ой ой созвездия индии я хорошо я что я Сейчас давайте посмотрим А, вот За алтарем видно Помолиться богам За алтарем видно яркое созвездие овальной форме яйца По бокам очертания Помолиться ли уйти? Уйти Так, то есть можно выбрать бога Берас не нравится мне Берас Рогатый зверь Слабый холод Возможно боги дадут мне еще Пленные клыки Давайте попробуем Галавейн Гончий пес А сразу всем? Оооо Ритуальные слова Ритуальные слова Это я книжки должен был Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Блин, они плотные трындец Ну что-то вообще плотные Ребятушки Ребятушки Стоит сейчас гухнется во-первых А шо, донор? Ооооо Так, значит Можем помолиться богам Только нужно знать фразы Фразы правильные Да, но надо сначала инструкцию Сначала читать Перед тем, как говорить с богом Абсолютно точно Так, а что там было, кстати От второго товарища Он же тоже запортил Я А, спи Икс чем? Амид Так Хорошо Допустим Допустим У нас есть У нас есть Здесь Книга Бог холода Вы издеваетесь? Не, давай включай логику Ты не умеешь читать Ты как будто знаешь все Голова Гончий пес Грохочущий звук Рычание Перековать лесом Жизнь, жизнь, смерть лесом Борьба Это наша суть подходит По смыслу подходит Но не Да, сейчас попробую Варианты разные Клыки Надо было все Прочитать Сейчас Сейчас будет Выживание Начинается С внутренней силы Движение освещённые свечами алтарями с освещёнными свечами алтарями впереди вы слышите вой как вот огончего пса вы уверены что это видение но волоски на вашей шее все равно встают дыбом и равиас в глубоко вздыхает и не уходит воздух закрыв глаза от на них на заголовок запах пота шерсти глины листьев нестроенный вой открывает глаз на улице появляется на лице появляется голосе радостное возбуждение страх думаю к нам приближается вестник головы на забыть от в ответ зверь лает в ответ громко и отчетливо густой подлесок шевелится тяжелые лапы глухо ступает по влажной траве вы можете определить охоте охотится ли существо или ведет куда-то но инстинктивно гонитесь за ним продираясь через покрытой росой кусты и цепки заросли колюча ежевики вы чувствуете что каждый следующий шаг делается все труднее придается труднее предыдущего вдыхаете полные легкие свежего чистого воздуха и чувствуете как ваша энергия восстанавливается от вашего бега от вашего бега топота звериных лап в ушах пульсирует кровь ускоряете следуя за зовом гончего пса на внезапно на землю перед вами с треском падает расколотая сосна огромный медведь прыгает во образовавшийся проход и рычит он замечает вас поворачивайтесь и бежите противоположным направлением перепрыгнуть через ствол упавшего дерева ногами трещат шишки медведь перевалку бежит за вами вы чувствуете на затылке его горячее дыхание заполняющего ваш нос омерзительные вони у гнилого мяса видите просвет зарослих лиственных деревьев изо всех сил бежите к нему прорвавшись через листву вы замечаете на поляне прямо перед собой огромную львицу который лежит свернувшись клубок последним рывком вы направляете себя в сторону от нее бросаетесь кусты вы ожидаете что медведь нападет на вас любую секунду но тут ваше внимание при привлекает яростный рык по другую сторону поляны медведь остановился на кромке деревьев он машет воздухе когтями насколько большими что не могут пробить доспехи но не продвигается дальше львица же скручивает свое тело в сжатую пружину на рычит прижав уши к голове но не делает ни движения чтобы атаковать чужака это третий самый крупный медведь которого когда-либо видел почему он не раздавит львицу херавиас чешет затылок пожимает печами я чувствую необычную тупиковую ситуацию похоже звери люто ненавидит друг другу на отказывается нанести ответный удар вы пятитесь в глубину заросли следя за двумя сильными хищниками когда вы отползаете дальше ладонь задевает что-то пушистое очки чувствуете теплый воздух замираете на месте поворачиваете голову пара янтарных глаз светится в темноте сам святой гончи вскрикивает херавиас удивление это не просто вестник это сам властелин охоты здесь орлан падает на одно колено успешки обыскивая свои карманы вытряхивает спрятанным них заржавеющий знак с изображением гончи собаки глаза мгновения встречаются с вами взглядом всем поворачивается к двери на поляне гончи пёс за вами зевается рухнув клыками черепу нужна кровь хранитель править должен самый достойный отправиться к каменной пасти изведение головы и на чтобы заслужить благословность мне нужно выполнить задание описанное введение показал битвы между крупной львицы и этим старой королевой новый король два могучих охотника медведь и львица сцепились в клинче они пошли на противостояние но не сражаются я должен разрешить конфликт каким либо способом отправиться каменной пасти изведения показал пещеру форме пасти льва в районе который похож на храмовый и маски можно квесты всех богов выполнять на богословение только от одного можно принять ясно начну с одного тогда так мне нужно как-то на погребальный остров скорее всего надо сейчас пойти в олд сон но единственное что а я в кровавых песках еще не был что у нас тут за митинги заходим мосфагнум да 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 меня конечно обескураживает количество сюжета количество сюжета исчисляемая смотритель горост этик нол приветствуют вас просителя гном стоит неподвижно рядом с ревущим пламенем освещающим пещеру ваши жертвоприношения питают землю простители подойдите ближе внезапно не напрягаются эстромор гном крепко сжимает кулаки такие как ты приходят сюда не для того чтобы пожертвовать чем-то для своих племен чего ты хочешь расскажи мне об этих но это мы потом ковыряется вы покрыты шрамами приплечья и вот робный вздох сливается с треском дерева за и гостей за ними как я сказал астроморы редко посещают наши зала наш орден процветал из поколения в поколение до того как мы пришли вяз близнецы нашими нашими ритуалами питались восточные горы теперь мы отдаем свою кровь за эр гланфат что за жертвоприношение чтобы зародиться все должно умереть и стромор с помощью наших жертв жертвоприношения мы даем просить или возможность отдать их самый ценный дар обратно своей земле своим братьям до свидания помни стромор ты лишь гость в этих залах уважай наши обычаи мы не и мы потерпим то и присутствием он видимо не забыл что случилось опачки лут что случилось в соседнем доме и господином прошли грейст привет владимир 23 23 23 23 23 смотрите добро пожаловать в кровавые пески редко в эти пещеры ступает нога и строморы интересно что тебя привело чем ты занимаешься продаю изготовлю определенный товар да показывай опа боевая раскраска точность урон выносливость 20 секунд хорошая штука беру на 15 каток с легкой руки за затарился там бутылки хорошие на дпс точность урон выносливость земляной блайт певчий 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 смотритель да ладно я не могу обезоружить ловушку обезвредить что же там за уровень такой урон за одну рана плюс 2 чистый класс для монка хорошие вещи ой тут стынячок блин а у меня перчатки на механику же специально для этих тем отклонение девятка так себе у меня есть перчатки на отклонение поэтому ничего себе нифига себе они тут твой дух как твоя кровь твой жизнь энергия насытит почву энергии твоей души насытит общество просящие ты подтверждаешь свою добрую волю мюнити да голос эльфа высокий но ровный гном берется за топорик двумя руками и возносит его над головой он резко наклоняется вперед топорик с гулким звуком он зайца в грудь эльфу лезвие омывается кровью воздух сотрясает крик жертвы а лот кривит рот отвращения потому мне больше нравятся волшебные палочки они мечи несмотря на на согласие эльф начинает вырываться и дергаться на столе его грудь изгибается он пытается вырваться он пытается вырвать привязанные руки и ноги в это время гном разводит руки и кровь брижет на одежду когда тело эльфа наконец замирает гном достает топор из тела вытирает его а подол я считаю надо этих тоже замочить ну чисто из-за жертвоприношенческих принципов как у вас дела в общем приветствую эстромор агрессивные три мало кто из чужаков осмелелся дойти так далеко в кровавые пески тебя запугать нелегко зачем ты тут ты же тут убил кого-то твоя примитивная мораль здесь не действует эстромор убийства не входит мне я принес жертву вызвавшуюся добровольность существование мира зависит от равновесия чтобы брать надо сдавать до напасть хватит из жутких и жертвоприношения эмоциональный агрессивный все ты окропишь пески своей кровью эстромор это неправда ой мне нравится квесты в этой локации а локация вроде небольшая да две девочки с хорошим чувством юмора какой-то клан который два века стремился сохранить свою силу и и лег за 15 минут какие-то непонятные чуваки которые системы приносят жертвы но он чан из крови посмотрите 4 справа 4 слева чан из крови почему-то думают что не может никто прийти и сделать аналогичное массовое жертвоприношение классная локация я считаю ну что уважаемые как у вас тут дела-то вообще вроде нормально заклинание у меня пока еще есть стяжечки есть не знаю правда где их пилить скорее всего вот здесь надо это больше как отлично добрый зло это возможно чё тут друиды не особо на каноничные где же добрые старички ухода вот старичок вот у нас есть нормально не старичок еще на вполне такой с юморцой друид эти просто какие-то фанатики они они реально не очень по давай здесь характеристики повыше в том через шифт так не выходит пока ленький цветочек а давай сделай пока мун вэл двое проходит не с той стороны к сожалению ну ладно проситель защитами проблемы бобер сразу же опрокидывает но смысле попадает и сейчас опрокинет всех этих упырей зажигаем стон курс к жизнь прилетел вообще бы хотя бы молнию надо сделать оп минус кто умер кто умер приносящий жертву умер блайт и безучастность стоян так давай-ка ты вот поэтому певчему нормально а чё не папа попал он не потому стрелял просто ну я не знаю там метку какую-то никчемную ставят возможно стоит просто взять и да даже не знаю что можно сделать ой скорость там стойк навешивает превратился смотритель хорошо ах сработал а белочка а сколько у бобра там характеристик наверно наверно он хорош сейчас а точность 97 нормально сила 27 какой там сейчас урон будет заходить какой урон 89 и 9 но тут вычет урона 16 довольно бронированный так стоп давай-ка все сейчас будет атаковать этого кроме стойка стойк убьет певчево ему нужно людей убивать правильно давай давай стойк ну ну стойк ну я же тебя прошу ну блин ну что ж вы делаете то опять с дуруча с дуруча попали бобер назад поручик молчать 86 конечно дьявол из стойк никогда пушка не прокачается надо смириться с этим о уникальное чистилище сабля отличное качество выносливость множитель крита нормально крафтовые материалы это нормальное жертвоприношение я считаю вот это уже боги заметят вообще дайси короче я буду сейчас просто пытаться стойко здесь стоп сысу-су-су-су стоек ты сам добивай 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 певчего до кто опять полиджины со своими камнями как же ты меня достала как же ты меня достала а а вот а а ой а бафайся стойк бафайся как никогда не бафился нет пробей лучше так убей его еще так пацаны встаем но аккуратненько по блайтам стойк на ударе ну слабый сейчас еще упырей конечно мы вызовем конечно без без упырей то вообще скучно сейчас еще не попадешь есть стойк наконец-то убил одного за счет не пошло господи это не стойк убивает противника смотритель это не человек внезапно да ну вас нафиг женщине человек держись тут блайт огненного почему-то мы их обручную убить не можем ну понятно почему на самом деле но просто надо неважно действует на него как же они быстро убивают конечно дьявол из карога давай мне от тебя как раз не хватает меткого выстрела все я проверю давай не разговаривай бей молодец так на всякий случай не 2 этот человек видимо дворф а если полный рост то хотя в господи по росту определяет человек это не человек к жива говорит после перехода на гг все тормозит антвича тут же стрим нормально где-то пофиксит не знаю что почему тормозить надо понять природу тормозов может быть самое простое чтобы я попробовал это попробовать в другом браузере посмотреть прям самое очевидное технология стримов не менялась блин вот этот человек так а дэйна фир фир что-то там так валеру назначили на задание а на одном тут уровень довольно неплохой у этих упырей давай давай проверим это заклинание ну да я натолкнулся разок на такую ловушку не оба верни поэтому не стреляй там стойк может взять давай стойк как же он так теперь отходим вставляем только стойком обновляем паралич давай 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 промахнулся ну ясно держись 4 урона офигеть он еще кастует стойк не прошу тебя ну ну убей ты ее ну убей ты ее ооо хорошо человеком стал опять ну стойк прошу тебя ну еее 2 из 13 2 из 13 господи это же такое такое занятие непростое ладно что у нас тут исходящее из этого чана жара может сжечь кожу с вашего лица спасибо не надо я пожалуй против не знаю животных наверное сделаю привал открыв глаза увидите знакомую сцену на коленях сидящего стойка лежит посох с одного конца которого исходит злобное пламя стойка сложно разглядеть его черты неясные сливаются вместе но посох со светящимися янтарными узорами виден отчетливо лицо сложно рассмотреть но суровые выражения на хмуренный лоб угадываются безошибочно зачем тебе прокачивать оружие если все равно урон стойка носить не будет там же обилки могут быть какие-то фушки полезные для пати в том числе огонь подсвечивает брызги слюны слетающие с его губ как искра или защита для него к вашему удивлению за спиной появляется женская фигура вы же собираетесь выкрикнуть предупреждение но понимаете что это статуя магран которая стояла на распутике где вы встретили стойка все же на мгновение она оказалась почти живой отбрасываем ею тень будто скрытно двигалась а затем стала неподвижной застыла под подкромной очередь посох один из символов кажется вам странным круг из 12 кругов поменьше один из маленьких кругов ярко горит остальные один из почти не светится они мигают и затухают как гаснущие угольки прервав поток шипящих проклятий стойка пускает лицо к посоху и с панической спешкой пытается раздуть затухающие круги но они не сжигаются один за другим свет кругов гаснет и из пепла поднимаются струки дыма только один все еще горит стойк с грохотом бросает посох себе под ноги контуры становятся не четкими посоха расплывчатыми как его владелец он теперь похож на размытое пятно вы закрываете глаза открываете их снова и стойк стоит перед вами наклонившись чтобы поднять посох земли только теперь его изображение не размыто и вы не спите выяснить что означают затухающие символы и что ты хочешь сказать ладно забудь идем дальше нет у меня к тебе вопрос если тебя одолевают сомнения и любопытство то ты издираешь костяшки не ту дверь у меня было еще одно видение один из символов на твоем посохе он угасал ты видишь многое из того чего здесь нет хранителя возможно это символизировало твою исчезающую вменяемость и нам всем пора с ним попрощаться пока у тебя все еще остались мозги чтобы по ней горевать я видел символ из двенадцати кругов что он обозначает этот символ молот бога значит на твоем посохе я видел потухший символ молота бога тут нет никакой загадки хранитель нас построивших молот бога было двенадцать после этого я покинул их всех чтобы узнать что магран мне уготовила с тех пор я не видел никого из них ты уверен что это все косарик такие как ты любят толковать свои видения так чтобы они подходили по твоей истины которые им нравятся больше но пламя магран не оставит места для различных толкований пусть другие тратят время на твои искажения и горячечные видения пламя искажает все вокруг а ты кажется недалеко от него далеко от него не отходишь сумасшедшие всегда пытаются убедить других в реальности которые видят только они но если истина это твоя догма то убеждения не нужны достаточно только открыть глаза я бы тебя очистил хранитель если бы считал что это поможет до свидания продолжить путешествие в компании стойка продолжаем а кто вообще а чистым уроном только попадает чистым уроном только попадаю ну тот же самый надо его бить просто этим такими дом точечно или или еще чем-то таким а то можно очень долго было это все эти мои мутузить так это не человек поэтому убиваем его без всяких проблем а вот сверху идет до человек и справа еще один идет воу 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 так теперь переключаемся на этого стойко ставы остается бить этого упыря конечно давай восстанавливать выносливость давай 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 стой не подведи меня ну опять восемь господи по выстрелу сделаем по нему хорошо 39 это очень тяжелая задача прокачивать того кто урона мало наносит дело конечно же сам вперед прибегает сделал и четвертый мне было 3 из 13 лет ладно 2 из 13 почему осталось 2 из 13 может где-нибудь 50 крыс есть чтобы я мог спокойно взять и их поубивать певчий человек вообще не не похоже на на правду просто не похоже но певчий я убивал этих певчих смотрите не человеке певчих человеке о не ну здесь я конечно буду 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 их давить просто буду просто их давить так стойко давайте сразу что-нибудь ауешное раз ты тоже ауешный свой замечательный огненный скилл 2 ашот ледяной конус 3 3 бобер опрокидывает все дело 4 1 2 3 4 легкое ранение легкое ранение легкое ранение я рассчитывал на что-то более все-таки жесткое ладно контроль стреляем в этом стойко задену понимаю там очень мощное решение кстати ох оно того стоило у бобра правда есть сложности определенные бах опять соточка опрокидываем всех вокруг стойко и разы отличное мясо с луком так точно человек так такого засчитали понятно с луком человек но и по одному их можно убивать а вот когда такая масса там особо не не повыбираешь опачки отмычки вот съезд уже бах бах на к тут был какой-то какой-то квестовый персонаж а вот а сейчас это просто на к так что на блайт тоже действовал это ну ладно его достреляют там чистым уроном лучница и ашот хп у него маловато чтобы справляться со всем этим что у нас у наки у наки ничего просто квесты которые я не выполню очевидно на входе там наверно тоже будут ко мне вопросы обязательно обязательно вопросы появятся обязательно и герои смотритель какой-то там горост сбили с ног парализовали как же он был прав то эстраморы ничего хорошего ничего не принесут было быть добрее к людям все-таки там был медальон он вроде не эти медальоны они же уникальными редко бывает бывают и полезные медальоны за вот это вот что воля плюс 9 не так себе о с мечом товарищ может мы его попробуем стойкому бить мне кажется что в нем есть что-то человеческое не стойко убил его добил чистый урон от от лука дьявола с короком так тут был какой-то на патруле но в принципе я думаю что не стоит искать можно спокойно отсюда уходить так не дадут тебе за него ну сейчас точно не дадут надо понять куда идти во первых мы можем пойти на север в третью часть вяза близнецов можем попробовать пойти на запад каким-то образом пробраться на этот остров но в детстве я решил что слишком глупый не усидчив чтобы учить магию а ты а в детстве ты мечтал о жизни волшебника это было не мое решение но я стал оценить его так а мы пойдем на север да 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 вот олдсонг наверху норт вельд в принципе там есть пара квестов и возможно от олдсонга можно в погребальный остров пройти возможно я не знаю но по квесту насколько понимаю мне именно туда 14 левел пати такая прям в ух я бы форсировал основной квест потому что чувствую что если я буду выполнять эти задания здесь всем то так олдсонский проход нунс фрост чьего головы на у это пасть как раз это здесь квест по богам и погребальный остров отсюда проход есть сначала мы идем по квесту богов кто такие девчонки выше чего пугаете кошка ребенок питомец урва вот урва орланга смотрит на небо погрузившиеся глубокие размышления что предстало передо мной давай посмотрим чем торгуешь я с радостью покажу так свитки наркотики белошляпки белолисты всякие штуки для крафта все собирая потому что могу потому что могу себе позволить торгуем можем ей скинуть конечно все что соседней деревушке удалось заполучить по крайней мере что касается тем хорошего качества уже остался в плюсе ну и и доспехи конечно тоже лесом идут не в плохом плюсе остался плюс 17 к ей это понадобятся эти доспехи правильно так охотница питомец тут конечно красивое место очень живописно делим приветствую стромор щепечит орл мелодичным голосом я делим певчи олдсонга должно быть ты наслаждаешься красотой этого священного места ты местный певчи я пою для развлечения посетителей олдсонга но увы их поток превратился в маленькую струйку холодный ветер от храма римгранда риммрганда разгоняет народ теперь я пою но никто не слушает мое творчество стало бессмысленным но я знаю одно решение как мне сделать песни теплыми и страстными чтобы противодействовать затяжным заморозкам римгранда орлан орлан улыбается делать хватающий жест все что мне нужно несколько редких певчих птиц я бы съел их и поглотил их музыкальную энергию петушка ему общепать ну смысле наполнив свою душу таким музыкальным умением я бы спел песню которая вернула бы толпу оживленных такой бред вообще слушателей ленин говорит это хорошо значит воитмарш все-таки придется ходить придется ты хочешь съесть певчих птиц не думаю что это поможет что-то дать ошламленный орлан разглядывает вас затем закатывает глаза и начинает объяснять когда ты ешь мускулы животного ты становишься сильнее правильно а если ты ешь зеленые стебли ты не перемай не перенимаешь их ужасный запах ты его не останется даже вышедшие из тебя жидкости он улыбается довольным ходом своих мыслей также мы также как мы не потеем если страдаем от жажды так и я не могу петь с истощенной душой это все очень просто разве твои родители не учили тебя циклу питания и опорожнения не заставляй меня слушать я помогу делим широко раскрывать глаза от восторга восхитительно восклицает он хлопая в ладоши чтобы моя песня звучала безупречно мне нужно эти ам который часто можно найти вязать близнецах чаще всего в гнездах высоко на деревьях но есть и прирученные еще мне нужна хрустальная птица чаще всего вьют гнезда они в адровых месторождениях они лучше всего подходят для их природной маскировки о и самое главное если я хочу взять самые высокие ноты мне нужна облачная певча этих птичек можно найти только на самых высоких горных вершинах большое спасибо астромор принеси мне этих птиц и я буду петь как сама хайлия песни диких земель но из мило тонко так я пойду вот по квесту в эту пасть к льву накал еретика слишком многих надо вырезать просто так дикарь вепрь охотница дэсвин у и рэнси нет права защищать эту хилую кошку которая забилась тогда вы следи и скажи это лично так это чрево головейна да звериное логово священное для самого властелителя охоты издавна самый великий охотник эр глонфата устраивался устраивать глубине с чрева свое логово однако последнее время возник спор по поводу того кто должен занимать это место и это приводит к раздору среди наших охотников что не так со зверями они хотят сражаться а головейн хочет чтобы они сражались это так получили опыт чрево всегда было домом для одного великого хищника время от времени приходит претендент на его место и они сражаются но су остается в своем логове а орнос не хочет сражаться с ним с ней там теперь два сильных хищника и их сородичи охотятся на одну добычу от этого редеет стада а еще у некоторых иссякает терпение головейн послал мне видение об этих зверях агрессивные два сам ловкий гончий он осматривает вас ног до головы если ты действительно получил благословение головейна не буду тебе мешать могу поверить что он увидел в тебе сильного воина обычно мы не позволяем посторонним заходить в чрево но ты понимаешь что делаешь это на свой риск а львы су обычно сразу нападают на тех кто попадает им на глаза все же может тебе удастся выманить ее на схватку с медведем сделай что сможешь чтобы положить конец этой тупиковой ситуации до свидания я могу обоих хищников убить так инда сейчас ничего нового что поехали остатки разломанного и давно обвалившегося моста ведут глубокому ущелью другая сторона моста прорезает туман на дальней стороне пропасти опасно нависая над обрывом осмотреться поломанные камни моста обветшавшие и обточенные ветрами за века запустения разбросаны по краю пропасти снизу поднимается легкая дымка камни покрыты скользким зеленым мхом из-за чего схватиться за них надежда надежда невозможно впрочем похоже что деревянные балки зажаты между камнями на обоих концах моста достаточно крепкие чтобы выдержать ваш вес кинуть веревку с криком через пропасть вы целитесь в сторону деревянной балки на противоположном конце моста и бросаете крюк через пропасть он попадает по мосту с глухим стуком продолжить крюк цепляется крепко углубляясь в дерево при натягивании веревки веревка затягивается крепко и надежно вы привязываете свободный конец веревки деревянной балки вот и себя остатки разломанного и давно обвалившегося моста ведут глубокому учили другая это было уже через обрыв тянется ваша веревка пересечь пропасть веревка натягивается и дрожит когда вы продвигаетесь вперед держась за трос треск деревянных балок эхом отдающийся по подземной пещере сопровождает каждое ваше движение выступаете медленно и равномерно переход требует большого напряжения особенно когда качание веревки усиливается дьявол из корока начинает тяжело дышать наконец вы выбираетесь на твердую землю и достигаете противоположной стороны что стоит вам немалых усилий и тут сразу так ловушки опасные сверху ли и кто-то еще член клана льва ой не подходи стоит сейчас будет по всем их тык опасное колдунство я не попадаю по нему я лучше пиявку делать таких ситуациях конечно давай ловушку вот а лот за замечательно зашел я считаю какая странная была битва так вижу львов о как их много-то стоп-стоп-стоп-стоп-стоп так во первых стойк давай сразу ешечку раз стяжечку естественно 2 бобром выстрел трис тобой подбегаем делаем вот так 5 бобер попадает опять бобер попал сейчас будет ну где бобер слабо давай еще разок какая грязь я не понимаю что происходит но вроде люди умирают бобер попал или собиваем член клана льва пройти не может нормально умирает стойк добил кажись просто просто изи потому что опять же уровень видимо контрольный был кстати ужас собираем осматриваемся обнаружена ловушка не специалист по механике замечательный обезврежено вижу рубильник какой-то а а это мы кто такая ларха должно быть то новый стромор от бэссвилл честно говоря когда я узнала что напустил одного еще одного я чуть не пошла в проход 6 чтобы перекинуться парой слов здесь проходили недавно другие иноземцы гламфелин и последователи рим ганда как они говорят иными словами мародеры сквернителя отклонен самом деле они исчезли за дверями нунфрост и теперь наш озеро превращается в лед а холод приближается все ближе бэссвилл пугливо и убедила других аномфатов что мы должны уважать этих астроморов и их традиции независимо от того какие злодеяне они надумали бэссвилл заботится о вязок близнецах по своему так и отправила собственную сестру одну из моих лучших разведчиков чтобы вы видеть скверные планы белых эльфов я была уверена что она амфаты не смогут игнорировать исковернение нунфроста если альва расскажет об увиденном собственными глазами она все еще не вернулась я могу поискать не смею надеяться без проблем изи квест ледяная тюрьма взял и пошел дальше не хватает механики мне базовый свой двенашка мне только с бонусом плюс 2 хватает подходим подходим еще ловушка я пожалуй оставлю пока эти перчатки из-за обилия ловушек а еще с хрон бутылки можно было раскидать но это скорее под какой-то более сложный бой но просто вспомнить что из бутылки на на урон на выносливость комбинированные такие на 20 секунд о львы киса и рэнси когда вы проходите в логово перед вами появляется эльфика за ней сидит самая большая львица которую когда-либо видели холеный зверь с клыками длиной с разделочные ножи женщина встает между вами львицей который похоже совсем не боится эта территория сула стромор она не покинет ее ради орнуса и ради любого другого претендента почему она отказывается сражаться он может вступить схватку с ней здесь как делали многие претенденты в прошлом а те кто поддерживает медведя хотят чтобы сул вышла из своего логова и сражалась на открытой территории где у него есть преимущество но почему она должна это делать если у сул преимущество здесь то она его заслужила разве можно требует например затупить когти медведя чтобы уравнять шансы опыта немножко властелин охоты дал нам особо дал особое преимущество обоим мы не вправе решать что кто-то из них менее достоин чем другой левицы издает низкий рык и и рэнси улыбается кроме того сол недавно родила а левицы львята сейчас маленькие но когда они вырастут а станут сильнее и сул сильнее и сул и орноса но если сул погибнет в бою то медведь разорвет детенышины куски так заведено в дикой природе ее наследие слишком ценно чтобы погибать так если мы действительно хотим чтобы в чреве были самые сильные звери то и детеныши должны вырасти я разберусь хорошо медведь не настолько силен как думает индон ее сторонники если кто-то докажет как легко на самом деле убить этого медведя то это избавит от всех заблуждений по этому поводу там выяснится что тоже медвежата у него иравия сердито смотрит на вас с обеспокоенной ухмылки интересно что за что голова им подумает об обо всем этом что вместо великой львицы с ее соперником разделался кто-то другой он на секунду затихает а потом внезапно делается веселым а еще я бы с удовольствием посмотрел как еще кто-то кроме меня оскорбляет богоохотника хочу узнать какое испытание он выберет за отсутствие решительности опаточки разрешить тупиковую ситуацию вот медведи ой здоровый какой так чего с тут полутом а ха ха обмануть меня хотели да приведешь о сапожки они мне не нужны но все равно возьмем так можно пробраться через пройти через стебли что тут бегаешь суетишься слышишь ловушка обезврежена френдли пацаны еще ловушка ловушка это экспо там по 300 поскольку 270 330 это перебраться на другую сторону возврат так ли вы посторонитесь опасно как они оббежали эту ловушку не могу понять может они не срабатывают в принципе крупный медведь медведь ага индон и орнос поговорим индон вздыхает вертя топором за рукоятку слишком долго ждем что то должно случиться скоро орнос не победит если ты на стороне этого старого беззубого мешка с костями то ты стоишь у меня на пути он поднимает опор медведь рычит вообще-то я передумал слишком долго ждем что должно произойти до свидания а у вас что полута ребят блин в десвен все еще осматриваешься будь осторожен тут накаляются страсти и не только среди животных так сул отказывается встретиться тоже не хочет подходить я этого и боялся сейчас неважно какой зверь возьмет вверх главное решить конфликт я не могу занять чью-то сторону понятно до свидания ну я за котов на самом деле я за котов и несмотря на имя будем мочить михаила выпускаем парламентера орнос не победит давай попробуй да ладно 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 пока вызываю что-то там вызываю кого-то вызываю опять же массовочка пошла 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 массовочка замечательно бобер стреляет 50 на 50 50 на 50 это мало межгана лучше давай стойка мне вызывай как много на 109 пиявочка сейчас из орноса вытаскиваем все самое ценное что в нем есть закручиваем как водится мой страх пошел бах ой там стон курс ну и там застрял немного давай рой все таки рой что-то бобер сделал что он высосал точность кажется восприятие что ли да восприятие 29 107 точность 107 бобер ух а может тогда еще возьмем себе возьмем себе заимствованный инстинкт ой там сто процентов точно господи что он беги криты сейчас должны влетать так стойк снимает страх я не боюсь ой 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 заимствованный инстинкт есть а сейчас что у нас 107 а что мы заимствованным взяли двадцаточку защит ну давай тогда вот этого упыря минусуй просто рон насекомых пошел там стон курс влево влетел вообще я могу выстрелить по медведю у медведя там вообще проблемы со всеми еще бонус сейчас будет по да и туда же можно зарядить что-нибудь а кто там лежит у нас кто это такой а паучок паучок смотрите сейчас выстрел будет сколько 170 господи 170 ну да критическая но потому что у него точно 100 как бы там вообще защиты никаких о господи и там на каждый же еще бросок идет жесть какая 170 я с выстрела такого урона не видел вообще вообще-то еще можно вытащить скорость атаки и просто бобром на 50 процентов еще ускориться сосредоточиться еще на нем сила восприятия ооо щас мы его набафаем плюс 10 еще сила будет а можем реально мы его щас прям прям пыщ пыщ а как еще может у тебя что-то будет и маловероятно тут ничего такого давай а потом сделай например ему выносливость за одно убийство чтобы он... хотя нет, нет, нет это... выносливость-то ему не нужна как раз восприятие решительности интеллекта вот, потом вот эта вот штука так, вор времени на полсекунды ну, на полминуты ну, сейчас просто, просто будет просто будет а может бобер как-то еще... он пиявочку может другого взять не хватит а, может он две характеристики еще себе повысит вот так вот, раз и что у тебя по статам? 117 меткость сила 31 восприятие 40 40 ну, сейчас выстрел будет давай-ка вот так так, здесь можно сделать что-нибудь с... ауешным давай, ну ну тут урон-то соточка медведя застрелили со второго раза статы по 30 восприятие уже поменьше, конечно, но все равно очень круто добивай бобер 145 урон 160 средоточенности ну, шоу, сбит с ног убит левят мне просто жалко, понимаете? кису кису жалко я очень хочу встретить какого-нибудь, знаете, убер-дракона чтобы просто бобер после трех спулов там, набафали его он бы объяснил так вот, бах 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 там, десятка сил решительности восприятия пиявочки вытянул защиты понизил 50% скорости получил закрепил это еще на 10 секунд стойком полезные эффекты и давай пулеметить эй ловкость прошла, зашли сдаем квест я разделался с Орносом ты сделал правильный выбор детеныши Сул вырастут быстрыми и сильными и такими же станут клыки если мы будем следовать их примеру спасибо, что решил этот вопрос Эстромор он недалеко говорят это хорошо так он недалеко то есть я выполнил да, отряд получил экспу стрела поселенца еще добавлено стрела поселенца может это квестовая тему ладно и теперь львов больнее для баланса да не, не, не там же львят хорошие пересекаем пропасть сейчас попробуем поговорить с с Десвином я разобрался а Соло станется непобежденной многие клыки рады что она осталась возможно так Галавейн напоминает нам о том что не стоит забывать наши корни циниташу охотничью хитрость он поднимает бровь хотя наверное я мог бы догадаться когда отправился в щиева спасибо за помощь Карат да укажет тебе Галавейн путь возьми это в дополнение к нашей благодарности похоже он вдруг что-то воспоминает думаете бы стоит пустить Тейр Эврон и помолиться вот с длиной охоты да иногда он делится особыми дарами с теми кто та кошачья лапка добавлена в рюкзак вот уникальный одноручный меч отличного качества игнорирует вычет урона 3 ну нет убери уже ненужные вещи они очень быстро появляются у меня в инвентаре я их убираю не появляется убираю а не появляется не знаю что с этим делать не убирать получается все равно толку от этого нет так сейчас я скорее всего пойду на остров сейчас на запад переход там был через гавань переплыть бы хотя здесь еще осталось нунфрос там с квестами вот эту сестру искать но погребальный остров кажется первичным дорвал худый мужчина в лохмотьях стоит на лодке опираясь на весло приветственная улыбка появляется на его обветренном лице прошло очень много времени с тех пор как чужеземец собрался попасть на погребальный остров что такое этот погребальный остров священное место ибо стоит оно стоит оно на великих сооружениях строителей там опасно те кого я перенаправлю переправляю на остров либо возвращаются тем же путем либо не возвращаются вообще до свидания суд грешников запись в дневнике есть привал там дворфи сообщает изучить правый ой кого там учили там кажись какая-то пещера большая весьма что за место алтарь двое лесных эльпов мужчина и женщина одета пестрые рясы с такой же яркой эмблемой крылатым яйцом не считая их одежды более разновидных личностей сложно найти у более разных личностей снова нужно найти она нервно скрещивает руки и с хмурым выражением поглядывает на разрушенные стены вокруг это кажется дракон он напротив укрывшись тенибар мочет молитвы со спокойным как безоблачное небо лицо женщина брат сводится на свой спутник и как мы будем молиться небесной матери среди сорняков это безобразие успокойся успокойся мы должны быть благодарны что она защитила нас от крылатого кошмара кроме того он поворачивается к вам даже тут у нас есть посетитель певча по имени Делем сказал что сможет восстановить тройон с помощью своих песен если найду экзотических птиц а если бы он сказал что ты сможешь спрыгнуть с моста мадмр и полететь ты бы этому тоже поверил этот глупый это глупый предрассудок ничего более королевого птиц одарила нас своими помощниками чтобы мы могли слушать их песни а не поедать их мясо это храм Хайли острый у тебя язык слышал этого стрика и расслабься он вен я уверен что он не хотел тебя обидеть она поворачивается к вам прости мою супругу она в последнее время довольно разражительна он игнорирует острый взгляд от он вен это как ты можешь понять не наш храм как таковое всего лишь святилище которое мы установили после этих дел с драконом раздражительная конечно я раздражительная я очень зла и ты тоже должен быть Касфат в святилище нашей богине дракон если бы ты послушал меня мы бы вызвали клыков и послали бы их за этим чудовищем но нет ты советовал действовать осторожно теперь разошлись слухи что дракон съел несколько наших последователей и любой кто может его убить требует за это а нам фатскую сумму я говорил тебе даже у большого отряда не было бы шансов к тому времени как первая половина дойдет до вершины вторая все еще будет оставаться в проходе они сгорели бы заживо вопреки предположению он вен я все же считаю что кто-то должен убить дракона но предлагаю отправить маленький отряд и такой который сначала получит благословение Хайли я бы мог сразиться с драконом обладающий твоей свирепостью мог бы она хочет сказать что это не какой-то дрейк а взрослый дракон который по своей воле перебрался в населенную местность тебе понадобятся все преимущества включая благословение самой небесной матери все это обратиться к ней напрямую в Тейр Эврон если ты еще этого не сделал он показывает на дорожку которая ведет на север и вверх по склону тебе нужно идти по этой тропинке ты пройдешь Нортвальд путь на гору продолжится оттуда он начнется возле ну пора за дело а можно зайти как-то или по дороге нужно идти видимо нужно вверх дракон хотел дракона получил дракона сейчас мы ее так так найти экспедицию перехватить в диких землях дирвудскую экспедицию экспедицию двигаемся аккуратно у меня пара привалов есть но хотелось бы к дракону прийти с гнездо над облаками сюда скорее квинет квинет прячется в высоких зарослях тихо не высовывайся из ее волос торчат веточки а кожаные штаны до пояса заляпаны засохшими кусками грязи посмотри она указывает вверх на гребень мои друзья там за холмом что происходит наверное клыки вышли на след и напали на тряд внезапно она начинает вести пальцем в перчатки по волосам но останавливается одна из застрявших ее черных кудрях веточек с треском ломается некоторые из моих друзей еще живы но клыки их окружили экспедиция точнее то что от нее осталось укрылось в каких-то руинах над детьми скалами уверены клыки с ними забавляются или хотят чтобы они немного поголодали перед следующим нападением нам нужно действовать или им конец попробуй что-нибудь сделать может быть ты сможешь обойти клыков этот гребень должен быть другой подъем она стирает под солба оставив грязный след от перчатки ты одет не так как мои товарищи может попробуешь поговорить с клыками они вряд ли подумают что ты с ними заодно пожалуйста помоги мне и так придется хранить много друзей она пускает вашу руку и скрывается в зарослях поговорим о клыки ярая кровь клыков эльфийская женщина стоит рядом с оленем и гладит шею животного когда вы приближаетесь олен дергает голову в вашу сторону и встает на дыбы спокойно приказывает женщина потянув за кожу на шее оленя пока тот не опускается на землю полегче не нужно драться пока она поворачивается к вам лицом у одного уха не хватает верхней половины а гладкую кожу покрывают многочисленные шрамы больше чужестранцев больше грязных ног топчущих наши земли больше крови чтобы напоить деревья она качает головой тебе нечего здесь делать эстромор и рука движется к этому из клинков которые болтаются быстро атаковать я впервые выхватил клинок и готов с ней сражаться фух очень молниеносно я среагировал вот это да вот это повезло конечно главное в ролевых не щелкать клювом почему мне пацаны боятся постоянно постоянно какие-то проблемы со страхами все положили яркую кровь сейчас добьем бобром андеды появились еще хороший выстрел забрали парализовали добиваем ну изи если я иду на дракона ничего не с каким-то отреблием который меня не уважает разговаривать а чей это смех кстати не знаю о каком смехе ты говоришь тут все голоса узнаются о вернуться к винет в нортвальде мы же в нортвальде да она не ушла отсюда далеко все собираем о там лук был уникальный ловкий охотник восприятие единичка меткость 3 точность урон 15 ну лучок у нас очень хороший кстати можно его перед драконом зачаровать зачаровать можно лучок ну именно вайтмаршевской темой у тебя у тебя получилось ямочки на щеках обрамляют широкую улыбку мы будем распевать твое имя когда вернемся в дар все узнают о том что ты для нас сделал я тебе обещаю она почувствует свободной рукой свой подбородок с ямкой оценивающего смотрит но ведь ты заслуживаешь не только похвалы монеты оружие она потирает пальцы на перчатках или ты не нуждаешься в высязаемых благах я с радостью поделюсь навыками с тобой талант я надеюсь я надеялась что ты это скажешь она снимает перчатки засовывает их в задний карман если проведешь в руинах столько сколько я научишься бить первым и без предупреждения главное эффективность движений она держит свой исток перед перед собой лезвием параллельно земле поведитель огня получает способность крыса подземелий байбер не крыса отряд получил 4 косаря практически опыта ну 6 в сумме это какая-то пассивная обилка крыса скрытность механика множитель ну множитель крита может быть ааа как это конечно не то чего я хотел ну да ладно руина здесь пленники то будут вижу схроны рассматриваемся осматриваемся оп кто такой крупный большое количество крупных а это стойк у нас стоит тут стойк у нас лагеря делаем столб но самое главное это бобер конечно точность есть предотвращение есть опрокидывает всех всех катанов попадает они все еще лежат еще не встали снова как встанут опрокинем встают опрокидываем снова хотя подавлены сбивание с ног такой и вот мне какая-то чуйка наебовые классы взял псионика сумасшедший дамаг великолепный контроль есть ауешки есть бафы дебафы и что хочешь что хочешь есть опа а это интересней на земле затвердевшие от высохшей крови стопными листьями лежат останки гигантского штельгара над ними роятся мухи а это квест который на него охотился помните тот товарищ мы сейчас по душе узнаем кто же его на самом деле убил вы касаетесь бока мертвого штельгара воздух взвивается облако мух вы чувствуете остатки духа чудовища мир вокруг расплывается 500 опыта далее перерыв две минуты похоже на Baldur's Gate серьезно чем-то напоминает но чуть-чуть то ли то ли жанром игры то ли интерфейсом механикой заклинаниями то что это в общем-то Dungeons and Dragons Соснова ну естественно сумасшедшие видоизмененные может потому что это как бы те же самые характеристики в плане РПГ не знаю но что-то между ними музыка похожа а может и нет aches так с что они Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю... Стая отдыхает. Камни укрывают молодые полные животы. Вы отворачиваетесь и вглядываетесь в лес. Луна пробивается через раскачивающийся навес листвы. Запах воздуха пробуждает пощипывание во рту. Вы скользите в тени. Вкус охоты заполняет ваши ноздри. Свет блестит на камнях возле падающей воды. Добыча внизу. Это про водопад, о котором говорили. Двуногая. Шерсть похожа на сухую траву. Она движется внизу у текущей воды. Тонкие ноги, медленная, шумная. Ничего не подозревающее держит острую палку. Двуногий охотник, слабый охотник. Жертва. Ближе жертва. Яркая луна, жертва в темноту. Боль. Боль в боку. Острая палка торчит из вашего бока. Вы рычите, пытаетесь стряхнуть ее. Она трещит сломавшиеся камни. Влажные камни. Ваша кровь. Лист ваша шершит. Вы смотрите. Еще один. Двуногий. Еще один охотник. Толстые ноги. Тихие шаги. Полосатое лицо. Сильный охотник. Враг. Вы прыгаете, цепляясь ему в шею. Он двигается быстро. Ваши клыки находят плоть. Глубоко ее вспарывают. Разрывают ее. Влажные листья. Кровь двуногого. Он воет. Он отбивается. Длинные когти мелькают в воздухе. Они режут вашу плоть. Плоть опять. Боль. Сильная боль. Вы бьете. Он бьет. Горячая кровь на ваших когтях. Горячие порезы на вашей груди. Мир становится красным. Вы слабеете. Вы не можете дышать. Острая палка над его головой. Яркая луна над его головой. Сильный охотник. Мир гаснет. Тот его, получается, спас, что ли, или что? Короче, лев напал на того товарища, который рассказывал, что он ее убил. Ну, на язычах лев катнул бы, вот так говорим по-простому, недотепу, но вписался тот второй. Но надо его найти. Он же не вернулся. Он умер, скорее всего, тот его бросил. Кровавые следы ведут сюда. Да ладно, он что, сбросил его вниз? Водопад? Да, сучок. Кручок. Блин, как тут все, конечно, продумано, а? Понимаете? Тут есть все. Следы боя. Описание так, ну, как бы с... Вот он его тащил. И скинул со скалы. Там труп. Спускаться будем. Спускаться надо. Еще ниже. И где-то тут еще проход к дракону, которого, помяните мои слова, я просто уничтожу. Унижу. Не факт, что с первого трая, конечно. Ой. Так, блайты какие, дождевые блайты. Так, кто у нас там по огню хорош? Ашот хорош по огню. Во-первых, фаерболируем. Подводим еще этого товарища. У него не хуже в плане огня. Вот заклинание есть. В двойном экземпляре. Раз. У стойка же еще есть столб, который огненный урон наносит. Но лучше дождаться, когда да. Давай пока. Опрокидываем. Ой. Так, фаербол повесили. Раз. Продолжаем закидывать фаерболом туда. Ой, хорошо. Раз. Ранение уже. И второй раз таким же заклинанием, пожалуйста, международным. Фаербол взрывается. Который с замедленным действием. Можно еще огненный урон вот шариком так вот пустить. Но, скорее всего, я просто бафать буду. Ну, а лот, ты чего? Еще один фаербол, тяжелое ранение там есть уже. Еще сейчас огнем зарядим. Ох. Там, кажется, убивает. Да, два блайта уже минус. Это замечательно. Бобер попадает снова. Фаербола там не хватает. Надо вот этих еще блайтов добить. Так, можно еще огня туда добавить. Скажем так. Отлично, еще минус два. Опрокинули этих упырей. Давай, не жалей фаерболом их. Тяжелое, тяжелое. Ладно, подходи. Есть и другие заклинания. Огненные, базовые. Которые тут могут зайти. 22-22. Маловато, конечно. Там тяжелое ранение плюс присмарти. Я думаю, можно еще вот так вот сделать. Живут ведь люди. Все, сдуло. Сдуло блайтов. Этого допинаем так. Отлично. Такая тема просто. Такая тема. Зомбари нам помогает. Собираем лут. Сейчас главное этот квест выполнять. Поехали лут. Поехали лут. Поехали лут. То есть он его не убил. Он просто решил, что получить его славу. Правда, при этом он опозорил там рот или дом. Вы касаетесь лба мертвого эльфа с блестящими на его фиолетовой коже капельками воды. Внезапно чувствуете толчок оставшейся сущности охотника. Мир вокруг вас гаснет. Вы бесшумно пробираетесь по зарослям. Бледный лунный свет падает на ваши руки, но вы быстро возвращаетесь в тень гигантских деревьев Нортвальда. Ваш кровный брат не настолько ловок, как вы ожидали. Вот он, хилый, неумелый. Он не достоин того, чтобы разделить славу от этой охоты. Прошло уже много сезонов с тех пор, как подобный Штельгар в два раза больше своих собратьев бродил по лесам возле вязов близнецов. Артвин попался на уловку. Вам почти жали его, но вы убедили себя, что он только помешал бы, когда дело дойдет тут до убийства. Ему будет безопаснее ждать вас у реки, думая, что мы окружим Штельгара, когда он спустится к тихой воде, чтобы утолить жажду. Но это убийство будет только вашим. Штельгар больше, чем вы думали. Он бесстрашно стоит на краю водопада, его силуэт прорезает гигантскую дыру в мантии ночного неба. Легендарный зверь, настоящий охотник. Вы крепче сжимаете рукоятку отцовского копья. Готовясь к броску, вы чувствуете его вес. Оно хорошо сбалансировано в самый раз. Вы вкладываете в движение всю свою силу, копилити точно попадает в цель. Штельгар не услышал и звука, его яркая кровь проливается на камни. Но он будто этого не замечает. Зверь прыгает, лунный свет сверкает на его больших клыках. Без раздумий вы вытягиваете свои клинки и бросаетесь вперед навстречу чудовищу. Оно быстрое. Оно разрывает вашу плоть. Снова и снова, нанося удары в окружающую вашу темноту, глубоко погружая клинки. Но ее объятия не разжимаются. Клыки, точнее. Короче, нужно с Редаем поговорить. Вообще и тот и другой виноват. Этот жаждал славы, хотел самостоятельно убить, чтобы другие не вмешивались, видимо, не по... Хотя они же там в паре ходят, как говорили. Но последний удар должен нанести один. Ну вот он не справился. Но обратно, вместо того, чтобы... Вместо того, чтобы рассказать, как все было на самом деле... Но кто, кстати, последний удар нанялся, я пока не понял. Там же было, что... Ну его, видимо, второй добил. Да-да-да. Они начали сражение. Повалили. Хотя, блин, зверь-то изначально охотился на более слабого. Вот этого я не понял. Может, тот не послушался, пошел... О, Адраган, блин. Вот эти мадамы опасные свои. Так, и жуки. Жуков много, но они опрокидываются, насколько я помню. Изейшим образом. Изейшим. Опрокинули. Этого Адраган нужно бить. Ну ай, станчик, а. Убивай, бобер. Ой, нет. Может, там дьявол сможет выстрелить, а? Не, она делает стан. Возможно, сейчас пойдут. А добили, хорошо. Он один пошел, и они с львом бились, поубивали друг друга. Вторая вообще не предела. Когда он пришел, они мертвецы были. Ясно. Ой, стойка захватили. Стоик-то чего, ну? А, там две подруги, а там еще две Адраган. В общем, бобер не алло. Вот так надо было сразу сделать, Вася. И блайты, и ветряные. Как ню, сопротивления тоже у них особо нет. Зомбари появляются. Что-то я тороплюсь зря. Доминирование 4 секунды. Еще разок, пожалуйста, вот так. Хорошо. Так, ты стреляй по этому, ты стреляй по этому. Бобер так неудачно зашел. У меня есть привал, сейчас он нормально. Бобер попал, но не очень хорошо. Этот жук минус, это скорее всего тоже минус. Наверху повелитель огня. А почему он не делает, что ли? А, там был этот. Вот сейчас убьют бобра. У меня второе дыхание. А нет, лучше даже обилкой. Вот так вот. Так, быстрее. Ну давай. Хорошо. Второе дыхание. Давай. Так, ты уже отстрелялся, друг, да? Стойком можно как-то его... Давай так. Ты помогай эту дурочку убивай. Второе дыхание, да. А дрового жука надо... Надо пролезать. Я неудачно вышел просто. Е-е-е, успела добить. Только-только вышла она из-под... Из-под контролем. Из-под паралича, точнее. Все разобрались. Нормально. Блин, хочу дракона нового увидеть. Такие драконы симпатичные. И там как раз челлендж будет в любом случае. Опачки. И подъем наверх. Ой, похоже, это оно... Найсинглайт. Восприятие. Я не уверен, что пойдет сюда восприятие наше. А, нет, вместо плаща может пойти. Восприятие. Восприятие это точность. Двоечка всего. Ладно, возьмем. Хорошо. Ух, кабач, говорит. Четыре дня не заходила на ГГ. Думала, все еще работает. Казалось, страничка закашировалась. Да, такое бывает. Винтовая лестница огибает скалу. И по мере того, как вы поднимаетесь все выше и выше, с нее открывается впечатляющий вид. Однако не успеваете вы пройти достаточно далеко, как приходится остановиться. Большая глыба, кажется, упала на дорогу. Откуда-то сверху теперь лежит прямо у вас на пути. Воспользоваться зубилом. О, это так без... Осмотреться может сначала. Почти на одном уровне с утеосом, так что с этой стороны пройти невозможно. По краю обрыва узкий карниз. Достаточно, чтобы перебраться. Давай столкнем валун с дороги. Кто будет расчищать путь? Я! Сила 16. Вы беретесь за валун, прикладываете все силы, чтобы его столкнуть. Наконец камень сдвигается, начинает катиться. Приостанавливаясь над потреснувшей ступенем, зачем слетает пропасть. Вы слышите усиленный эхом стук камней, падающих по склону утеса. Звук, кажется, взбодражил что-то наверху. Тень пересекает путь. Быстро, как молния, исчезает, прежде чем вы успеваете с толком разглядеть того, кто ее отбрасывает. Но вы быстро замечаете растущие силуэты еще нескольких валунов, летящих на вас сверху. Быстро вскочив, отряд ныряет под небольшой выступ. Но дьявол из корока опять спотыкается, упадает прямо рядом с укрытием. На лестницу обрушивается внезапный ливень из камней размером с кулак и разного мусора. Покрывшись ушибами и кровоподсеками, дьявол из корока прыжком преодолевает, оставшись в расстоянии до укрытия, и через некоторое время грохот падающих камней стихает. Пережив это тяжелое испытание, вы продолжаете подъем, и остальная часть пути проходит без происшествия. Наконец вы оказываетесь в основании последней извилистой секции ступени, на которой видны столбы гнезда Хайлии. Да, кровоподсеки у робота, это прикольно. Локация маленькая, я вижу арену впереди, кучу костей. Сейчас осмотрим. О, квестовая птичка. Это голубка. Хорошо, сдадим этому живодеру. Я хочу сначала... Я хочу отдохнуть, конечно, но... А можно отдохнуть. Допустим, это будет животное, да? Все же драконы животные. Если что, есть второй привал. Так что нормально. Ой-ой-ой. Я скорее думал, что мы подкрадемся к нему. Когда вы достигаете вершины горы, поднимается сильный порыв ветра. Вы слышите шум, Похоже на хлопание парусов И на мгновение небо что-то закрывает Перед вами, покачнув землю Под вашими ногами, приземляется дракон Он выпрямляется в свой полный рост И расправляет крылья Перегородив проход Его шея, спина и позвоночник Украшены великолепными перьями Дракон шипит на вас И несмотря на то, что издаваемые им звуки Не похожи ни на один из известных вам языком Их значение совершенно понятно Грызун нападает на гнездо Угрожает моему детенышу Он выпускает поток Сернистого пара Ты станешь едой для моего детеныша В углу храма за драконом сжимается Маленький вирм У тебя есть детеныш? Я буду защищать моего последнего детеныша до смерти А смерть будет твоей, грызун Вообще-то Хайлия богиня материнству Начинаем умничать И небо и всех крылатых существ Между зубами и ручейками струицы дым Даже мой род знает о ней Тогда окажи уважение к храму Покинь его Жар от рыка Зверя паляет вам лицо Он приходит в движение И превращается в смертоносный вихрь Чешуи перьев Ребята Все нормально Сейчас мы эти перышки Перышки-то почистим Небесный дракон Так, нет иммунитета к параличу Это изейшее будет Темнейшее Невсприимчивость Дыхание Застревание Испуг Ислабление Ошеломление Потеря сознания Ужас Ховый-молый Не знаю, что там у нее по резистам Я бы сначала создал массовочку Такую Прикольную Которую она скорее всего сдует сразу же Правда Естественно Надо начинать Было с бафов Боберу естественно парализует Ты подбежишь вперед Ашот Вызывает Вызывает скелетом Дьяволы с короком Тоже пока Самонят Куда-нибудь в бок Потом через шифт атакует Ааа Красота Ой-ой-ой Куда Она перелетает Вызывает Появляются дождевые блайты Вирмлинг Вирмлинг Это как зерклинг Только вирмлинг Вирмлинг Рррррррррррр Ужас Охватывает наших бойцов Но стой К этому готов Он сперва Сперва снимает Ужас А потом уже Навешивает Соответственно Соответственно Соответственно, навешивает Танк не ждет, бежит к дракону Ну, не танк, давайте называть Персонажей своими именами Пятница побежала к дракону Так же, как бегут и самоны Желательно им, конечно, уйти в боб Куда-нибудь, чтобы наша группа Основная смогла Так, бобер разгоняется На маленьком вермлинге Здесь Ашот Ашот, Ашот, Ашот Нормально все будет Просто пробегает дальше Так, ты, друг Нет, вообще Ашот должен Уже собирать пацанов в кучку Ну, потому что Там опять эти блайты, они будут Туда-сюда Ой Собирается сбить кого-то с ног Бобер, стреляй Бобер стреляет Бах Тут же оглушение получает На три секунды Может быть, сделаем свободу Попугаем Разворот Тут вырубаем так Обилочку И на дракона пошла Пошла, 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 пошла Возможно, вычет урон Возможно, еще массовочку Давай массовочку сначала Потому что можно вызвать призраков Тоже на дракона Дьявол из корока Должна стрелять Желательно ослепляющий, кстати Удар сделать Блайда снизу подходит Это плохо Смотрите, какая красота На жука Покусилась Так, Бобер приходит в себя Пошел паралич Нет, никаких параличей Сначала пьявочки Пьявочка Раз Потом Вот это вот Заимствованный инстинкт Так, ты, друг Что можешь сделать? Можешь Блайда вызвать, кстати Не можешь Ты уже Никчемных пауков вызвал Беда Там воронка есть Давай-ка Чистого сюда накинем Не-не-не Давай что-нибудь Более ауешное Потому что реально Да, вот так вот Ветряной, правда Он неуязвим Наверняка Да, не факт Так, ты Подходи Даже не знаю Не, подходи Тоже ауе Нужно делать Алот Никуда Давай-ка сразу На Бобра Делаем Силу решительности Прочую Потом накинем Туда же Блесс Алот В самой куче Самое время Сделать ауешечку Вот эту вот Тут молнии Заряжаются Пиявка Бобер впился Дикая пиявка На 12 секунд Всего Кажется я промахнулся Да? Слегка попадает Давай вторым Заклинанием Пожалуйста Где наш танк Танк застрял На блайтах Он застрял Или на воронке На своей застрял Так, тут пошли Молнии Попадает Кстати По ветреному блайту Дальше мы сделаем Естественно Естественно Рой насекомых Потому что это ауешечка Легкое ранение Там защита хорошая Ну 120 130 Все как надо Хорошо Ашот Ашот Может стон курс Там нет защиты От окаменения Там защита в принципе Жесткие Может как-то дебафнуть Можно его Не, давай мелочевку Сначала убьем Продолжаем мочить Козлов ядовитым уроном Пиявку Бобер Нет, не пиявку А заимствованный инстинкт На 40 секунд Хорошо Защиту мы понизили У него Сейчас я бы попал По тому По кому можно попасть А по дракону Как? 29 Фигово Фигово Можно вызвать Конечно нашего Этого друга Но я бы пострелял Меткость не хочу пить Я могу повысить характеристики Доминион спящий Так, а ты Че тупишь? Давай-ка сюда Закинь Так, бобер Справился, да? 39 меткость А что на бобре вообще? Ну вот надо, наверное, сейчас меткость вот так вот вешать А потом блэс вешать Нет, сначала блэс Потому что То восстанавливает еще Выносливость Ты кастуешь Ты кастуешь Ты стреляешь Легкое ранение 19 всего лишь От дьявола из корока еще цеплять Все-таки Обязательно И прям с места атакуем Неуязвимость к урону Вот это меня расстраивает А, большой ветряной блайт У него А, неизвестно Есть с колечем Надо бобром стрелять Уважаемые Надо стрелять Потому что Средоточенность он Другому получить не может Либо я выпиваю меткость Это 10 секунд Это ерунда О, попал на шестерочку Слабо как-то Так, ты еще разок Пожалуйста Делай ауешку Потому что все еще блайт жив Они там Кто при смерти Кто тяжело ранен Кто легко ранен Но большинство уже отъезжает Постепенно Так, ты, друг Есть у тебя что-нибудь Бафающее Кажется нет Ничего у него бафающего На одного человека Только на себя Он может В принципе Превратиться И пойти рубить Самостоятельно Это неплохая тема Но лучше Наверное Продолжать Нашество насекомых Работает Вот так Лучше сделаем Попади Бобер Прошу тебя Бобер Ну давай Ну Попал 36 Хорошо Теперь пробуй паралич Пока у него по воле Проблемы есть Хотя паралич Вроде как Не особо Не поможет Давай пробуем Стон курс Ну мало ли Сейчас блес Пройдет Легко ранение По-прежнему Хрен попадем Вообще Ладно Ладно давай Так Так Слабление Можно сделать вычет урона Кстати Но нет Пока она Сильно не пробивает У него У него же Вроде было Что-то такое Полезное Бафающее Ну кроме Бутылька Который Дар природы Непонятный Я не тестил его Мунвелл Давай Костанем Нет Надо наверное Блайта Сначала добить Ну там Нашествие Насекомых Этот Отколется Этот Скорее всего Тоже умрет Не осталось Практически никого Может вызовем Блайта Самостоятельно Куда нибудь Рядышком Пусть отвлекает Так Блайс Прошел Хорошо Стойкам Необходимо Еще Сделать Бонус К точности Или Или Сейчас уже Укреплять Бобра По 44 По длительности Положительных Эффектов Ай Оглушение На Шотом Ну Паралич 13 секунд Езей Все Удаляй Михалыч Удаляй Укрепляй Бобра Сколько там Вероятность 84 Все Страх Правда Стопе Давай-ка Снимем Страх Сначала А потом Мы же будем Укреплять Удлинять Ой Он ее Пробивает Как Как-то Как Она пробивает Никак не может Пробивать Выносливость Кряхнет Или я просто Стою на своих Бобер Ну давай Давай-давай-давай Ты можешь 94 Уже Тяжелое ранение Бах 86 Изи Просто Напросто Напросто Дезинтегрировать Дракона Как вы думаете Я просто стреляю Так Стойк После Закрепления Бафов Ох Плюс 10 Ох Там как раз И доминион Заканчивался И заимственный Инстинкт Плюс 10 И Благодеяние Заступника И Благословение И молитва Столько всего Попади Бобер Попал Но не так сильно Как хотелось бы Давай-ка Еще Пиявочку Хорошо Лучше Спаузы Надолго Не убирать Дикая Пиявка Работает Второе Дыхание Раз Второе Дыхание Два Но там Застанены И Параличный 20 секунд Изи А чепочку Дали 2800 Опыта Еще 1200 Крайне Значительная Репутация Приобретена Налоги Собраны Подразумевалось Что этого Дракона Ты встречаешь В игре Первые Остальных Самый опасный Дракон В основном Дончик Ждем Понятно Ну да Опа Еды Столько И глаз Небесного Дракона На крафт Ну я уверен Что она Еще Припасла Какие-нибудь Схроны Точно Есть Что-то Где-то Как-то Уникальный Боевой Молот Атаки Могут И глушить Сила Плюс Один Понятно Сдвиг Измерений Есть Новые Заклинания В этом Гримуаре Детеныш Убей Так я На нем Разгонялся Средоточение Вон он Валяется Детеныш Убей Вот еще Что-то Валяется Колечко Сила Плюс Три Слушайте Я бы Силу Даже Бобру Наверное Дал Силу Стойкость Реакции Воля Да-да-да Вместо АОЕ Возьму Тройку Сил Это сразу Ну Это стабильный Плюс 6% Урона Просто Правильно Какой бобер Молодец Ай Даже Жалко Дракона Интересно Ее подняли Подтянули Тоже По левелу Когда Предупреждали Меня Скорее Всего Нет У него Было Дыхание Которое Опустило На 2 Третьи По хп Но Это Не то Не Ну Хорошо Я хотел дракона Я получил дракона Можно Я Еще не посмотрел Она была животным Или не животным Можно было еще За Ой А что я не поставил Пистоль Я был более точный И против него Более эффективный Против животных Господи Я мог Вообще его уничтожить Пистолет другой Надо было брать Точность плюс 5 Против животных Урон 25 Против животных Специально Искру Готовил Левел Может бестяре Глянуть Кстати да Давайте посмотрим Что это было за зверь У меня левел 14 Уже 14 Кстати почти 15 А у этого Незадачливого Дракона Д Дракон Адровый Какого уровня 12 Высокогорный 14 Небесный 10 Хотя защиты Которые здесь написаны Они неправильные У него было больше защит То есть скорее всего Его потянули С 10 До 14 Левела По крайней мере В плане статов Ну потому что У него было там 125 Минимально 125 130 Так вот где-то Приблизительно Ладно На этой радостной ноте 4 часа Часть Заканчиваем нашу трансляцию Спасибо за то что смотрели В следующий раз продолжим Нужно квесты Поздавать Потом Погребальный остров Потом Наверху еще А это я в храме уже Ничего себе Проскакал Зачистили Элмрич Пробежались по аутсонгу Там квест дадим здесь Квест дадим здесь Поплывем сюда И это просто изи Поскачем Поскачем Увидимся с вами Надеюсь что завтра До скорой встречи Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok